ПОДЁЁМ Восемь часов тридцать три минуты, вторник, двадцать четвёртое августа. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Янушко, ведущая этой программы, Настя. Доброе утро, Сергей Игоревич. Настя, сегодня новости, новости, я сегодня, честное слово, я не понимаю, что начало августа, новости какие-то несодержательные. А может быть наоборот, я сегодня с утра читаю... Это затишье перед вами. Затишье, да? Послушай, такое затишье было в прошлом году числа до 12 сентября, это правда, не шутка. Потому что мы все думали, что в конце августа начнутся события, черта с два, до 12 сентября все собирались. Так вот, я хотел сказать, что сегодня я слушаю новости, и они, главным образом, концентрируются вокруг казуса с Ямадаевыми и Кадыровыми. Ну вот как, они подружились теперь. И второе, это что Россия выпала из конкурса... Завалилась, нет, не так как говорится, завалилась на купальник. Да, вот, Россия выпала и завалилась на стадии купальников. То есть Россия, и это опять мне напомнило, вот был период какой-то в истории России, когда мы ассоциировались совершеннейшим образом с Димой Биланом, понятно, да? То есть мы были страной, не страной там, Ленина, Гагарина, значит, не знаю, Толстого, Достоевского, Чехова для некоторых, пожалуйста, да, для каждого человека что-то свое. Но в любом случае Гагарина тогда, Толстого, Достоевского, Гагарина, понятно. А мы были страной Димы Билана, и вот что-то такое тоже, все время какое-то было, что все нетрезвое, залихватское, антиинтеллектуальное, и что-то такое. И вдруг это вернулось, понимаешь? Не вернулось. Да вернулось, конечно. Ну, на один день вернулось, но неважно. Сегодня же просто такой день, ведь. Ну, ты знаешь, вдруг на ровной воде, вдруг на ровной воде штопором закручивается вороночка. Это какое-то напоминание, это какая-то реминесценция из недалекого, совсем недалекого прошлого. Помнишь, вставали с колен вместе с Димой Биланом, какая-то хрень, такая вот антигражданственная, антиинтеллектуальная, кретинистическая, и в каком-то угаре таком кретинистическом. И вдруг сегодня все новости напомнили мне этот эпизод, потому что Россия, Россия, Торита, 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 обрубилась на этом самом, на купальнике. Она вышла в купальнике, Торита, Торита, тарай, ра-ра-ра, и ба-бах, что не пойму, чем мне угодило, что там у нее, что у нее нехорошо. Нет, а что было нехорошо в купальнике у России? А я не знаю, может быть там кто-то что-то. Внимание, проходит конкурс, 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 на Мисс Вселенная, если я правильно догадываюсь. Да? Проходит конкурс на Мисс Вселенная. Русские выставили хохлушку, совершенно справедливо. Совершенно справедливо, потому что хохлушка... И хохлушки выставили хохлушку тоже. Ирину Антоненко. Русские выставили 18-летнюю Ирину Антоненко, она же 18-летняя, боже, это наверняка цыпленок за рубль 70 с неразвитыми формами. Надо было девушку лет 30 выставить, чтобы у нее все было... А? Чтобы она была... Понимаешь? Мы выставили с неразвитыми формами, совершенно недоразвитую какую-то... Какую-то девочку-подростка наверняка, это хохлушка Ирина Антоненко из-за Катеринбурга. Вы ее видите? Я не видел, а где ее вижу? Так показывайте на свой экран. Я показываю на свой экран, потому что я... Это прием. Это прием, такой риторический прием. У меня нет ничего, у меня ничего нет. Я могу открыть. С развитыми формами. Она доходит до купальника. И она выбывает на стадии купальника, понимаешь? И дальше сковала... Сковала навеки великая Русь. Просто она, наверное, от природы застенчивая. И вот так вот в открытую, в купальнике не может перед публикой ходить. Настюх, Настюх, ну ужас же. Ну что ужас? Ну один день можно такие новости почитать? Потом дальше пойдут другие события совершенно на другого уровня. Ой, мамочка. А сегодня купальники. Сергей, ну надо же уметь расслабиться. Ну что вы так прям... Да нет, ну послушай. Ну здесь сколково-ядреная мать. Боже, я буду ругаться матом, но как бы намекая на... Здесь сколково-ядреная мать. Здесь модернизация какая-то. Здесь, значит, какая-то там тигрица с этой самой... С белухой хрен знает у Путина. Там он опять где-то сидит среди мамонтов там каких-то. Понимаешь? В поселке Тиксель. Ну может быть, я не исключал бы этого. В общем, в каком-то зажопинске. Значит, все это такое происходит, и это страшно духоподъемно. Потом, значит, и новости все идут. И на стадии купальников мы обломались. Вот мне бы хотелось понять. Теперь модернизация пофиг теперь, если мы на стадии купальников обломались. Объясни мне. Нет. Модернизация состоится, модернизация или нет? Однажды мы завалим на стадии модернизации где-нибудь на каком-нибудь конкурсе научном. Вот понимаешь, вот это было бы приятнее. Это было бы приятнее, если бы на стадии какой-то научных, действительно, философских дискурсов какого-то... России выбывать на основании своих инстексуальных не состоится. Итак, главная новость сегодняшнего дня. Окей, спокойно. Это правда так. Вы вернулись во времена Билана и от вставания с колен. С чьих колен мы не знаем мы встали. Да, это самое главное. Тогда возникла шутка. Шутка возникла. Россия встала с колен. С чьих колен? Значит, мисс Россия 2010, 18-летняя Ирина Антоненко не попала в топ-10 международного конкурса. Она обломалась на купальниках. Вернемся через минуту. Подъем. Нет, давай, 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 давай выстраивать это в обычной русской парадигме. Обычная русская парадигма. Сила извне. Должна, да, нет, воля извне. Воля, воля, для, вообще в русском, в русском языке, если ты обращала внимание, конструкты описывают всегда возникновение воли. Абсолютно. Абсолютно. Сказали. Сказали. Сказали мыть руки. А еще так можно. Нет, вообще, сказали речь спать. Сказано. Сказано тебе, нет, сказано тебе, это уже когда угроза идет. Тебе сказано работать с 8.30. Сказано. Значит, сказано все. И все, и работай, и нечего рассуждать. А еще есть более мирная конструкция, но она тоже все равно относит волю наружу. Воля не может быть внутри индивидуумов. Какая? Какая? Больше? Секунду. Важно, важно. Это моральные критерии, в том числе, для русского общества. Воле, обладать волей и высказывать волю, то есть командовать ближними, отчасти неприлично, Настя. Понимаешь, да? Да. Это неприлично. Можно попросить. Нет, нет, нет. Я придумала. Нет, просить, 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 значит, ты слабая. Вот подожди, ну остановись, остановись, подожди. Просить, ты слабая. Если ты просишь в России, ты слабая. Понятно, да? Можно я, можно? Пошла. Значит, понятно, да? Смотри дальше. Нет, спокойно, спокойно, спокойно. Нет, не все усвоили тон обращения английской леди с садовником. Нет. Значит, внимание. Значит, просить, это обычно выражать слабость. Командовать, то есть обнаруживать волю, это неприлично. Это неприлично. Тем более, это высовываться, это выкаблучиваться. Это неприлично. Поэтому самое приличное, командовать, говоря о воле, как если бы она исходила извне. Понятно, да? То есть ты подходишь к группе работяг, и ты одна из них, и говоришь, ну, сказали до конца дня это, слышишь, ну, вот это, короче, ну, мы нормально отдохнули, а нам сказали до конца дня, вот, докрасить это, короче. Так, а третья-то форма какая? Нет, это единственная правильная форма. Потому что если ты скажешь, так, хватит, хватит сидеть, пошли, давай, работай, работай, давай, 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 тогда воля исходит от тебя. Это непристойно. Это не по-товарищески, это грязно. Это карьеристски. Это значит, ты, сволочь, себе лычку зарабатываешь, ефрейтерскую, понимаешь, сволочь. Понимаешь, вот и все. А ты должна сказать, ну, сказали это, слышь, ну, давай это, ну, нормально. Так что мы ответим-то? Сказали нам? Чтобы мы в 8.33 начали работать? Да. Ну, сказали это. А им-то еще есть такая форма, сам бы сказал. А кто сам-то? Ну, кто-кто-кто, кто-кто, каждый, пускай, напоминает. Да ничего подобного, слушай, ничего особенного. Мы просто с Настей стали раньше приезжать, непонятно почему. Россия выпала из купальника, Олег пишет, новая форма. Слушай, мы просто в 8.33 стали работать, потому что мы сидим здесь с 6.30, делать нам нечерто. И мы играли долго на гитаре обычно и горланили песни. А в какой-то момент мы сказали, а чего мы этим занимаемся, пошли в эфир. Значит, послушай меня. У меня еще есть очень смешная новость. Очень смешная новость, но она из основополагающих. Это министр Трутнев, который сегодня в интервью российской газете пояснил, как будут восстанавливаться леса и порушенная русская природа. Я не могу пренебречь синтаксисом этого ответа. Я не могу пренебречь. Поэтому сейчас буду искать долго в Адобе. Послушай, почему у меня Адобе не выделяется ни черта, я не знаю. Значит, он говорит такие слова. Во-первых, он говорит, я сейчас буду пока просто рассказывать. Во-первых, он говорит, что оно само все сделается. Ну, в общем, в какой-то степени он... В какой-то степени он прав. Потому что Земля... Глубокую перспективу такую просматривать. Земля, судя по многим исследованиям... Она и без нас, да. Она вот... Это 4 миллиарда лет, может быть, уже существует. И на ней происходили всякие катаклизмы неприятные. Совершенно неприятные. И ничего. И министр Трутнев говорит, что... Ребят, да ничего особенного. Оно все само восстановится. Появится вот, он говорит, секундочку. Потрясающе. Будет недолговременный эффект. С болотами такая же ситуация. Мне представляется, что необходимо принимать решение о восстановлении болот в их исходном состоянии. Комары появятся. Определенная живность. Изменится растительный покров. Изменится режим работы водных объектов. Водные объекты сами по себе. Да-да-да-да-да-да-да-да. А секундочку. Где же это было потрясающе, эта фраза? О биоцинозе. Что новые цепочки появятся. Появятся новые цепочки. В сгоревших лесах. Он говорит, все хорошо. В сгоревших лесах заменится покров лесной. Получится новый приоритет. Смотрите. О, нашел. Слава тебе, Господи. Лес будет... Вот смотрите. Лес будет восстанавливать природу. Говорит Трутнев. Не мы. В этом смысле он очень прав. Лес будет восстанавливать природу. Должен сказать, что вопрос о влиянии пожаров на природные комплексы неоднозначен. Трутнев. Данные научных исследований показывают, что практически все российские леса развивались при переходном воздействии пирогенного фактора. Да, периодическое воздействие пирогенного фактора. То есть пирогенус, порождающий огонь, фактор был такой. Да. Дальше. Министр Трутнев. Слушайте внимательно. Это очень духоподъемный. Пожар в лесу далеко не всегда означает гибель всего живого на пройденном огнем территории. На пройденной огнем территории. На горельнике возвращаются звери и птицы. Происходит возобновление растительности. В некоторых случаях огонь может играть даже положительную роль. Благодаря пирогенным сукцессиям создается мозаичность биоцинозов. Повышается урожайность ягодников. Происходит смена лесных пород. Повышается устойчивость лесных экосистем. Что в целом способствует сохранению биологического и ландшафтного разнообразия. Хорошо сказано. Правда. Министр Трутнев говорит об этом. Подождите, подождите. Вот это. Благодаря пирогенным сукцессиям создается мозаичность биоцинозов. Повышается урожайность ягодников. Пирогенным сукцессиям. Пирогенным сукцессиям. Ну, хорошо. Ну, хорошо. А где лучше? Где сукцессия или где пирогенная? Ну, так и будет. Главное, что изобличает. Послушайте меня. Главное, что изобличает Трутнева. Это глубочайшее знание жизни. Жизни и латыни. Он жизнь знает не понаслышке. Он понимает, что мы палец за пальцем не ударим. Настя. Он это понимает. Понимаешь? Да. Он же не зря это говорит. Он просто нас знает. Что мы ни хрена ничего восстанавливать не будем. Точно. И что пирогенные сукцессии, это и есть то, что с нами будет все время происходить. Мы живем в пирогенных сукцессиях. И радоваться будем. Когда в следующий раз будет что-то загореть, мы будем сразу вспоминать слова Трутнева, потому что это, в общем, и неплохо. Братцы, когда совсем хреново, помните. Мы живем в пирогенных сукцессиях. С повышенной мозаичностью биоцинозов. Да, с повышенной мозаичностью биоцинозов. Больше ничего. Больше ничего. Все прекрасно. Скажите, а можно как-то по-другому еще действовать в условиях пожаров? То есть Трутнева сказал, само все сделается. Ёлки, чего вы волнуетесь? Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Да, слушаю. Можно ли действовать по-другому? Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор, я хотел узнать. Нет, вы не узнаете, Виктор. Я хотел узнать. Вы совершенно неправильно ставите вопросы. Вопросы ставлю я. Здесь вопросы задаю я. На самом деле, на самом деле, мне нужен кто-то, кто разбирается в лесном хозяйстве, потому что критиковать Трутнева или удивляться, или делать квадратные глаза при словах Трутнева, я думаю, все так и сделали. А кто-нибудь, кто разбирается? Алло, здравствуйте, я вас слушаю вас. Здравствуйте. Олег, меня зовут. Да, Олег. Вы знаете, а тут даже критиковать, собственно, нечего. Странно, что нет продолжения в конце вот этого всего вышесказанного, что и на это, на все понадобится столько-то, столько-то, столько-то. Триллионов рублей. Вот. Вот и по того. Спасибо. Сколько триллионов рублей вы бы дали на то, чтобы на горельники вернулись звери и птицы? 8 часов 49 минут. Вернемся через минуту. Погнали дальше. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. Русская служба новостей. В движении. 8 часов 50 минут в движении. Настя, в движении. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Рассказываем друг другу о Москве. И 7-925-101-107-0. Вот. Что это? Дюма. Дюма, Дюма. Да, спасибо. Лес будет восстанавливать природу, а мы его будем сжечь, пишет человек, который подписался как Трутень. Трутень. А министр Трутнев кто по образованию? Посмотрите, будьте добры, в Википедии. Анастасиюшка. Анастасиюшка сейчас посмотрит в Википедии, а я пока поговорю с вами. 7-8-8-107-0. Где едете? Что видите? Алло, здравствуйте. Слушаю вас, да. Доброе утро, Сергей. Меня тоже Сергей зовут. Да, Сергей, где вы? Вот сейчас выезжаю из Люблино в область и смотрю, что творится в центре, это что-то невообразимое. Скажите, вот насчет Люблина. Скажите, а там через город можно и минуя город? Вот где у вас больше напряжения? Минуя город в смысле? Минуя город рядом с шоссе. Рядом с городом едешь, другой раз Люблино у тебя слева, а другой раз едешь прямо через Люблино. Вот я путаюсь там. А, ну само Люблино, оно само по себе как бы ничего там стоять нечего. Просто дело в том, что из нашего района выезд в центр, их всего два. Это вариант выехать по Волгоградскому проспекту, то есть отстояв сначала Волжский бульвар. И, соответственно, второй вариант, это там есть одностороннее движение через путепровод, чтобы в печатники попасть. Улица Иловайская, так называемая, там ГАИ еще рядом. Вот, соответственно, вот эта Иловайская, там проезд путепроводом в одну полосу. А, все сгружат, понятно. Там очень жесткая пробка. И вот здесь вот, чтобы до Волгоградки только доехать, я просто сейчас выезжал там по Волжскому, потом по дублеру Волжскому. Огромное время тратить. Невообразимо, все, абсолютно, все дворы во дворах просто стоят. Спасибо, Сергей, спасибо, спасибо. Сергей, нас спрашивали, кто по образованию министр Трутнев. Он в 78-м году, так долго не живут, окончил горный факультет Пермского политехнического института по специальности горный инженер. Работал помощником, бурильщиком, оператором по добыче нефти и газа в НГДУ Полазнаннефть и Коми-нефть. Вот он занимался, а потом находился... И активно на комсомольской работе. Стоп, конечно, товарищи, он не так долго занимался нефтью, запомнив навсегда эту душистую жидкость, запомнив навсегда. Он с 81-го года находился на комсомольской работе, а затем в исполкоме, а затем создал корпоратив «Контакт». Кооператив. Тренажер, тренажер они делали. Создавал спортивные тренажеры. Поэтому, очевидно, этот человек не может не говорить с большим знанием дела о перогенных субцессиях. Что возникает на выгоревших территориях. И как возвращаются звери, как возвращаются ягодники. Ну, почелку. 7-8-8-8-8-7-0 в движении. 7-8-8-8-8-7-0. Теперь, когда министр Трутнев окончательно разоблачился. Алло, здравствуйте. Прошу вас, слушаю. Здравствуйте. Трасса Дон до Москвы. Свободно. Спасибо. Сейчас поедем. 7-8-8-8-8-7-0. 7-8-8-8-8-7-0 в движении. 7-8-8-8-8-8-7-0. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас, да. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Где едете? Елена, Москва. Я еду с дачи по Симферопольскому шоссе. Само шоссе проехало более-менее ничего, но на въезде на Варшавское шоссе что-то невообразимое. Опять, вот скажите, там переграждают милиционеры, путь сужают для чего-то. Я вот не видела, чтобы они переграждали. Мне кажется, мы сами собственными усилиями это делаем. Толкотней. Потому что если бы люди немножечко, ну, поверливые были друг к другу, пропускали друг друга, таких бы пробок не было. То есть вот эта толкотня с подрезанием друг к дружке? Мне кажется, что да. Просто если мы были добрее друг к другу, мы бы меньше толкот Kathy. Нет, это способность к самоорганизации. Нет, нет, это у нас не будет этого никогда. Мы не способны к самоорганизации горизонтальной. Жаль-то, Сережа, но я, в общем, это все преодолела. Ну, нет, то есть 100%, 2000%. 2000%. Спасибо. Нет, просто мы не способны к горизонтальной самоорганизации. Если когда мы видим, что кто-то начинает самоорганизовываться, оставляя слева или справа свободный ряд, ну, то есть, понятно, там, из 4 в 2 сужения, из 4 в 2. Кто-то начинает саморганизовываться еще за километр, съезжаясь в два. Понятно, да? Кто-то. Значит, в высшей степени очевидно, что они оставляют справа и слева свободное место. Обязательно, обязательно Синекуанон, как говорили древнерусские мыслители, Синекуанон, туда внедрится 50 машин, которые будут всех подрезать, таким образом останавливая скорость до нуля. Понятно, да? Это обязательно, потому что как только возникнет организующаяся цепочка русских людей, мгновенно вахлаки, которые те же самые русские люди, мгновенно испортят все, испаскудят и все сделают так, чтобы ты там простоял полтора часа. Это закон, Настенька, это закон нашего взаимодействия. Мы так взаимодействуем. Мы такие. С этим приходится жить. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас, где вы едете. Алло, слушаю, да, слушаю, да. Доброе утро, Сергей. Где едете, да, Сергей? Ну, Рязанка в Москву, в центр как-то очень тяжело. Тяжело, да? Спасибо. Да, я уже час пытаюсь проехать и даже не доехал до третьего кольца. Я понял, спасибо вам большое. 788-107-0. 788-107-0. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас, да. Здравствуйте. Да. Меня зовут Александр. Езжу я по Каширке сейчас на пересечении с Варшавкой. Ну, в общем, как обычно, прилично так движется. Скажите, вы чувствуете, что больше народу стало или нет? Вернулись люди из отпусков или нет? Вот по ощущениям. Начали. Начали возвращаться. Только вот можно еще про Трутнева. Вот комментарий один. Вы с ним знакомы? Да. Прошу вас. Нет. Мне очень хочется держаться в стилистике. Вот хочу сказать, что эти пирогенные суксессии, они не только мозаичность биоцинузов увеличивают, они еще могут увеличить мультиэтничность популяции и, так сказать, разнообразить государственные устройства. Это уже Гумилевщина. Сейчас пошла уже Гумилевщина практически. Согласитесь. Вы помните, как Гумилев описывает появление пустыни где-то на севере Казахстана, которая отгораживала воинственные племена сенбийцев от степи и от ханты-манси вот этих финоугров? Это Древней Руси Великой Степи, вы имеете в виду? И еще вокруг, тысячи лет вокруг Каспия работа у него есть. Да, да, да. Да, да. Еще лет вокруг Каспия. Абсолютно верно. И вот там появляется вот этот вот Трутнев, фактически, он предрекает нам новую цивилизацию, такую ковыльно-степную какую-то. Да, он выжигает место для новой цивилизации. Но с ягодниками, вы заметили? Сластена Трутнев хочет, чтобы были ягодники. Восемь часов пятьдесят семь минут. Спорт! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Девять часов три минуты. Вторник, двадцать четвертого августа. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Русская служба новостей. И мы принимаем всякие сигналы юмористические. Послушайте, мне дико понравилось, я напомню для тех, кто нам присоединился, быстро фразу министра Трутнева. Министр Трутнев сказал, что не так уж ужасно. Послушайте, про пожары в лесу. Он сказал, что пожары в лесу не надо драматизировать. Вот эти пожары, которые сгорело там пол-России и так далее, это в принципе нормальная вещь, которая случалась не раз, не два, и еще снова 125 раз случится. Пожары в лесу далеко не всегда означают гибель всего живого на пройденной огнем территории. На горельнике возвращаются звери и птицы, происходит возобновление растительности. В некоторых случаях огонь может играть даже положительную роль, говорит министр Трутнев. Благодаря пирогенным сукцессиям создается мозаичность биоцинозов, повышается урожайность ягодников и так далее. Вот послушайте. Значит, я хотел сказать, что есть еще более чудесные вещи. На самом деле, приготовьтесь, сядьте поплотнее, держитесь руками за стул. Рязанские новости сообщают о том, что всюду, где пожар тушил, гасил, как правильно, тушил, тушил, гасил, заливал водой премьер-министр Путин, гасил, гасил. Там, где гасил Путин, чудесные цветы всюду распускаются. Я не шучу, я читаю, я читаю чужое. Секундочку. Рязанские новости, это издание, Рязанские новости. Леса, потушенные Путиным, чудесным образом преобразились. Там выросли цветы. Рязанские новости, это газеты. Газета. Район лесных пожаров, потушенных лично Путиным с борта пожарного самолета, преобразился до неузнаваемости. Здесь снова зазеленели пострадавшие от огня деревья. На полянах распустились цветы. Это пишут Рязанские новости, газета. Нет, они ссылаются не от себя, там какой-то репортер пишет. Секундочку, дальше. Ну, конечно, 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 нет, репортер пишет, потому что видят, извини, что ссылают. Они пишут, они потому что видят цветы, чудесным образом, понимаете? Это ректор Академии лесного хозяйства. Как в каких-нибудь гонконгских фильмах вдруг лопается цветок лотоса и... Это Виктор Пустовой, это ректор Академии лесного хозяйства. Сообщил газете. Ну, не просто он сообщил, а репортеры, конечно, увидели поля цветов. Они увидели, обратились к ним, а он говорит. Лилии, саранки какие-то, так сказать, пестики, тычинки, Путин над ними летает и так далее. То есть это фантастическое зрелище. Это вам аватар просто вообще отдохнет, аватар отдохнет, понятно, да? Смотри, это нельзя... Это дальше цитата идет. Это нельзя объяснить никакими природными причинами. В естественных условиях зеленый массив не смог восстановиться. Бы, здесь бы не хватает. Я читаю просто по тексту, простите. Вот я прочитаю как верно. Это нельзя объяснить никакими природными причинами. В естественных условиях зеленый массив не смог бы восстановиться с такой скоростью. На это нужны десятилетия. А появившиеся цветы вообще не характерны для середины августа. Они цветут весной. Это настоящее чудо, заявил газете «Рязанские новости» ректор Академии сельского хозяйства Виктор Пустовойт. По решению администрации Рязанской области, на месте потушенных Путиным пожаров будет создан тематический парк. Однако ученые настаивают на объявлении этого района заповедником. Я надеюсь, с прогулочными дорожками? Нет. Скоро придут туда туристы? Нет. Забросай все бутылками. Нет. Нельзя туда пускать двуногих. Нет. Нет, я умоляю, испаскудят все место. Место-то святое. Место-то святое. Туда должны являться друиды какие-то, наши кельтские, знаешь, что я кельт. Туда должны являться наши кельтские какие-то шаманы, камлать там, понимаете, поклоняться цветам этим, которые явились чудесным образом от полива Путина и так далее. Это серьезно, не шутка? Смотрите, значит, глобалист говорит, что если цветы растут на тле пожаров, это кому-то нужно? Местным чиновникам, Путину или Господу Богу, мы не знаем. То есть там, где, внимание, это серьезная газета, серьезная газета и серьезный человек, ректор Академии лесного хозяйства Виктор Пустовойт. Заявление вот какое. На месте, где пожар тушил лично Путин, зазеленели деревья и распустились чудесные цветы. Место, где пожар... Вешние цветы. Вот он говорил, попал, вот он говорил, попал. Представляешь? Попал, помнишь, он говорит там, ну, в кадре, он говорит, попал. А, да, да, да. Путин говорит, попал. Попал. На самолете амбиция, на самолете амбиция. А летчик ему говорит, попал, ага. И там вот в этот момент встают лилии и распускаются, и колышутся тычинки вот такие. Знаешь, как у лилии бывают тычинки, все обсыпанные будто сахарной пудрой, разноцветной, пыльцою. И Владимир Владимирович едет дальше, но он скромный, он не акцентирует на этом внимание. Акцентирует на этом внимание дело поэтов. И вот мы как... Ну, да. Пиитов и певцов. Вот мы мог бы и Шевчук подключиться, мне кажется. Я бы позвала, что он сейчас вспомнит. Ну, почему бы Шевчуку не подключиться? Я хочу поехать туда, в это место, и сфотографировать эти саранки, эти лилии чудесные. И валяться в них, и пьянеть от запаха этого. Да? Хотелось бы. Ну, все, да. Все, 9 часов 10 минут, вернемся через минуту. В эфире русская служба новостей. Радио РСМ. Подъем. Есть вещи, о которых мы не можем понять. Есть вещи, о которых обычный, обыденный разум не понимает. Исаи Мадаев сообщил о смерти своего брата, который все время жил вопреки... Вот послушаем меня. Значит, происходит... Настя, ну, позволь мне. Значит, послушай меня. Нет плохих систем взаимодействия. Нет непонятных... Есть непонятные системы взаимодействия. Понятно, да? Вот когда мы говорим с людьми Востока, притом Востока исламского, я имею в виду, безусловно, мы часто с досадой понимаем, что мы ничего не понимаем. Но проблема коренится. Бессловно, в нашей анти... Непонятно, да? Можно даже в силе брать. Мы шаблонные. Мы шаблонные. Не только мусульманские, но и Дальний Восток. Много разумные. Нет, но в Китае не... Почему в Дальнем Востоке? Дальнем Востоке с кем проще? С кем и проще? Да, они другие. Если ты их не знаешь, ты опять же попадаешь в другое положение. Они другие. На Дальнем Востоке надо знать, что, например, они не могут сказать тебе нет. Да, да, да. Ну вот. И это значит, что тебе всегда скажут да, но тогда надо ловить интонацию и понимать... Ну, в общем, понимать, как тебе говорят да. Да? Вот. Значит, послушай меня. Но с Исламским Востоком и, конечно, с Северным Кавказом понимания нет вообще никакого. И мы раздраженно, набрасывая некий шаблон на ситуацию, говорим себе... Чёрт, с ними невозможно ничего понять. Послушай меня. Здесь что происходит? Расстреливают стрелки Сулима Ямадаева. После чего Иса Ямадаев обнаруживает, что Кадыров нехорош. А именно, что Кадыров убийца совершеннейший. После этого Иса Ямадаев обнаруживает... Да, Кадыров, простите, обнаруживает, что Ямадаевы вовсе нехороши, потому что они сплошь наркоманы. И не только? Нет, ну они тоже... А, они ещё работорговцы, наркоторговцы, наркоманы. И вовсе они нехороши, эти Ямадаевы. И совершенно напрасно мы так пленились, мы так пленились семьёй Ямадаевых. И выдали им охрану. Совершенно напрасно. Потому что они нехороши, и все сплошь наркоши. А один из них только здоровый человек Ямадаев, да и тот, что Иса, да и тот шизофреник, говорит Кадыров. Вы помните, конечно, это высказывание, да? То есть он говорит, один из братьев не пьёт, не курит и не обдолбанный, это Иса, да только он, вот, по несчастью, шизофреник. Это Кадыров говорит. А Ямадаев отвечает в блоге, что ничего подобного, это наоборот Кадырова. Кто-то, родственник только что, умер от наркотиков, передоз, ТРПР, 8ДР. Значит, они обмениваются любезностями так, как нам кажется, как будто бы, нам кажется, что люди после таких любезностей, в общем, ну, не свойственно людям мириться. Ну, или там мирятся, но лет через 20. Ну, понятно, да? Случайно встретившись где-нибудь в троллейбусе. Ну, понятно, да? Значит, слушай. Теперь они, наоборот, не разлей вода. Теперь, вот случилось. Они не разлей вода, братья навек, друзья, всё на свете. Кстати, Иса Ямадаев теперь вступится за Рамзана Кадырова и не позволит никому оскорблять Рамзана Кадырова. Кадыров, наоборот, тоже теперь любит Ямадаевых. Вообще, в принципе, навещать... И тоже никому не позволит их обижать? Никому не позволит их обижать и навестил маму Исы. Чёрт. Чёрт. Ну что, кого теперь? Я не понимаю. Дальше. Теперь, послушай меня. Как если бы вам казался мам? А он всё это время был жив. Смотря на заявление Саудовской Аравии. Вот, нет, подожди, подожди, это Арабских Эмиратов. Ой, Арабских Эмиратов. Послушай меня, послушай. Вот это тоже. То есть арабы здесь подыгрывают не последнюю роль. То есть арабы заявляют, что он умер. Больше того, арабы его хоронят. То есть арабы... Показывают место могилы. Арабы показывают место могилы. Но вчера они его отключают от искусственного, вот, каких-то органов искусственного поддержания жизни. Арабы. И им не стыдно. То есть нет такого, чтобы они сказали, ребят, как же мы облажались-то. Мы же полтора года твердили, что он помер, а теперь оказывается, что он жив. А арабы в этот момент хитро ухмыляются и говорят, ну, что, как сказали, так надо было сказать. Понимаешь? То есть какая-то... Есть ощущение, простите, неискренности со всех сторон. Есть. Есть. Есть ощущение неискренности. Это что, искренняя дружба теперь, а была неискренняя вражда? Это что, неискренняя дружба теперь, а была искренняя вражда? Что искренне, что неискренне? Кто-нибудь... Все искренне. Кто-нибудь из Чечни? Нет, нам нужен реально, фактически, человек из Чечни, который пояснит ситуацию. Вот когда Ямадаев и Кадыров искренне, и когда не очень? То есть сейчас их заставили... Что заставили? Поясните, пожалуйста, кто-то из Чечни. Вы должны при этом искусственно имитировать акцент. Если вы будете говорить, меня зовут Мария Ивановна, я из... Алло, здравствуйте, доброшу вас. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Да, здравствуйте. Это Андрей Владимирович. Андрей Владимирович, вы... Да, вы из Чечни. Нет, ой, нет, извините, я просто на хенд-фри, поэтому у меня был... Извините, извините, пожалуйста, тем не менее, я очень рад. Вам где вы отдохнули, Андрей Владимирович? А Андрей Владимирович тоже из скромности. Видите вот скромность человека? Значит, 788-107-0. Алло, здравствуйте, доброшу вас. Доброе утро. Владимир, Москва. Это называется Азиатская... Да, Владимир, мне нужен человек из Чечни, который нам всем пояснит. Это что? Вот, смотрите. Они обвиняют друг друга во всех грехах, что они все наркоши, подонки, негодяи, убийцы, наркотарговые, убийцы, все, что хочешь. Каждый из них обвиняет другого. Они обвиняют друг друга, что они там позорно умирают от наркотиков, еще что-то, еще что-то. Потом теперь они, наоборот, любят друг друга. Арабская полиция объявляет, что Сулим убит, показывает могилу, все, что хочешь. Потом арабская полиция говорит, это мы пошутили. Я не очень понимаю, алло, здравствуйте, когда они шутят, когда они не шутят. Такой вот легкий недопониманс возникает. Можно понять, алло, здравствуйте, кто-нибудь расшифруйте нам, что это значит? Алло, здравствуйте. Ну, это было так же думано, да, чтобы его не прибили в больнице. То есть, это было как бы укрытие для свидетеля, на случай, если он вернется к жизни. То есть, например... Ну, да, да, да. А помирились они, ну, наверное, разобрались, да, что не это самое, между собой. Ну, а что же не позволило им разобраться прежде? Ну... Меня вот эти горы нагромождения невероятных выдумок немножечко пугают. Я думаю, теперь, может быть, они помирились, чтобы друг друга застрелить? Может быть. Нет, вот я поэтому... Послушайте, вы говорите, они говорили так... Вот это вот важное в понимании Востока. Они говорили так нарочно, чтобы мы подумали, что они не нарочно. Ну, вот у нас версии есть. Готовятся к Третьей Чеченской войне и объединяются против общего врага. Теперь, когда они помирились, это делается нарочно, чтобы пристрелить друг друга или что? Я не исключаю вообще никаких... Понимаешь, да? То есть, поскольку все делает... Послушай меня. В их взаимодействии и арабов, и чеченцев проглядывает некая таинственная скрытая канва, скрытая канва, которая камуфлируется внешними действиями. Понятно, да? То есть, внешними действиями камуфлируются истинные намерения. Почему мы должны верить тому, что Сулима и Мадаева, например, отключат аппаратов? Почему он сейчас, может быть, в Швейцарии пьет яблочный сок свежий? А вот, здравствуйте, я прошу вас. Здравствуйте. Вас как зовут? Муса. Муса. Поясните нам, пожалуйста, это мир навсегда, это мир ситуационный. Когда они были искренни, когда нет? Честно говоря, у меня, наоборот, вообще в голове не укладывается. То есть, очень интересная ситуация. То есть, когда я вчера услышал это, первое, что мне пришло в голову, это, извини, что ты убил моих братьев, теперь я с тобой навеки. Вот что-то из этой серии. Ну, то есть, это вынуждено, он вынуждено мириться, потому что больше нечего делать. Или что? Я думаю, что да. Но это тоже ситуационно. Если через пять лет, допустим, ИСЕ дать возможность вывести ему на выстрел, скажем, врага... Продолжение имеет место быть. Будет продолжение? Думаю, да. Да, да, спасибо. То есть, это ситуационный опять камуфляж? Возможно, но остается только гадать. Спасибо, Муса. Муса говорит, что высоко возможно это. То есть, когда они, наконец, теперь обнаружили, что брата отключили, что перед этим все время власти эмиратов лгали, что перед этим все время, значит, они постоянно на ножах. И все это вместе, что теперь это тоже камуфляж может быть. Понимаешь, Настя? Опять, это очередной камуфляж, который сделан для того, чтобы скрыть... Это как сон во сне. Мы находимся, да. Это сон во сне, это сон во сне. Это сон во сне. Да, 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 это же хотел сказать. Да, да, это камуфляж, который призван закамуфлировать камуфляж. Понимаешь? А это вот как... А настоящий смысл скрыт, как смерть Кощея где-то далеко-далеко-далеко и спрятан, и спрятан, и спрятан. Только в том, вы понимаете, да, что настоящего смысла нет, конечно, никакого вообще. Как смерти Кощея. Да. Как и смерти Кощея. Конечно. Хорошо. Хорошо. Есть несколько тем, которые я хотел обсудить с широкой общественностью. Гречка. Гречка, которая вдруг не стала, которая вдруг подорожала. Да, выросла в цене. Я вдруг стал думать, зачем мне нужна гречка и не смог припомнить. А я сегодня с особым чувством съела гречневую кашу, понимая, что это уже не просто какая-то там гречка, а это гречка, которая стоит уже с денька кофе. Скоро в Негреско будут подавать гречку на ланч, конечно, да? Да, конечно. Да, хорошо. 9 часов 21 минута. Подорожание продуктов чуть позже, эвакуация. Чуть позже. Сын наших шпионов хочет вернуться в Штаты, чтобы учиться. Еще, еще, еще. Ой, чертова куча. В Костроме подрались с Кины с Готами, с Готами, Гетами, Вест Готами, Ост Готами. И Аларих там был среди них. Все передрались к чертовой матери на русской реке Волга в Костроме. Все это чуть позже. 9.21. Обзор печати. Подъем. С Сергеем. Даренко. Обзор печати. Анастасия Аножко. Обзор печати. Настя, вам говорят, что вы должны говорить греча, а не гречка. Во-первых. Во-вторых, вы должны говорить, потому что вы петербурженка, а не какая-нибудь... Везде написано гречка. Почему я должна говорить греча? Как петербурженка? Везде написано в заголовках гречка. Выезд из Одинцова. Стоим, как обычно, держат уроды, пишет Сергей из Одинцова. Да, кстати, это очень мило. Одинцово это город, чтобы вы понимали. Те, кто сейчас едет, вот сановные задницы, ради которых держат Одинцова. Одинцова, если вы едете, о сановнейшие задницы, о вельможнейшие задницы, примите в рассуждение, что ради вас держат город. Я не говорю, что там много городов. Там, если же, город, город, какой еще там есть? Там дофига городов. По старой Можайке, по старой Можайке. Аж до самого Можайка. Можайска все время города. Ну, не важно. Ради вас держат город Одинцова, друзья. То есть, все, а вы прижмите уши и стойте, о, город Одинцова. Так надо. Да, что у нас в прессе? Ну, Медведев выбрал преемника БОСу. Об этом аргументы и факты пишут. И не только. Губернаторские пятнашки, так называется, статья. С минувшего понедельника, когда стало ясно, что нынешний губернатор Калининградской области Георгий БОС больше не сможет претендовать на занимаемый им пост, прошла ровно одна неделя. Все это время политически активная часть страны прибивала в неведении относительно того, кто же станет руководителем самого западного региона государства. И вот теперь мы знаем эту фамилию. Это фамилия Цуканов, а имя этого человека Николай. Вообще он глава Гусевского района, того же региона. Ну и как будто человек близкий к БОСу. Да, как будто близкий к БОСу, поэтому дальше аналитики теряются в догадках, что же сам БОС. Статусное назначение его ждет, не статусное. Есть предположение, что его на Москву бросят. В общем, смотрите сегодняшний АИФ. Об этом подробнейшим образом там написано. Хотела обратить внимание всех на статью в московском комсомольце. Это не новость никакая, а просто уже вот муссируется газетами изо дня в день. Вот сегодня в московском комсомольце. Прям омскую мать, которая потеряла сына, вообще у нее пятеро детей, много детей. Вот это тот сын, который не доехал до места службы, якобы повезло в туалете в вагоне. А потом ей привезли труп, а там они смотрят. Ну, помимо того, что, видимо, потом ганаты, мы что-то забыли там, видимо, положить обратно. При вскрытии какой-то грубый шов не понравился родителям. Но самое-то главное, что никаких следов в душе не было на шее. А были следы побоев, а официальная версия, что он повесился. В общем, получается... Мать в ярости, она обвинила... Семь лет назад это все произошло, она все никак не может успокоиться. Подожди, семь лет назад. Сейчас, подождите. Нет, 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 это было вот сейчас. Это было в этом году. Нет, там дело возбуждали. В общем, там... А это какая-то другая, значит, мать. Потому что из Омска несколько было, да, несколько, четыре, по-моему, в случае. И тут она вышла на митинг. Сама себе, нет, с пикетом она вышла. Семь лет назад получила из армии Трублосок Сергея. И семь лет назад. Другая мать, которая семь лет назад, неважно, она вышла. Мать в ярости, мать в отчаянии. Теперь уголовное дело за то, что она оскорбляет... Главу... Правительства. Главу района, да. Нет, района! Господи помилуй, я бы за это давал бы щелбан. Не района, а самой области. Так у меня ссылка опять не работает. Полежаев. Да, Полежаев. Она оскорбила Полежаева? Убийца нашей детей. Мне кажется, это прекрасное дело. За это надо давать щелбан. Это присудят за экстремизм. И может, до 12 лет она получит. Щелбан. Щелбан. За оскорбление Полежаева нужно давать щелбан, мне кажется. До 12. Нет, она еще написала Путин. А если она написала Путин, значит, два щелбана. Мне кажется, должны были цветы распуститься. Ну почему? Послушайте, мы в это мгновение... Когда обезумевшая мать, потерявшая сына, делает что бы то ни было, и Полежаев ее преследует... Нет. Тогда, значит, за оскорбление вообще всех властей вместе взятых дать ей щелбан, а за то, что Полежаев ее преследует, мать в отчаянии, Полежаеву дать пыром по копчику. Полежаеву не давать 12 лет. Полежаев написал просто заявление в прокуратуру. Полежаев написал заявление в прокуратуру. Он пишет, я понимаю, что... Он написал заявление в прокуратуру. Да, написал. Он написал заявление в прокуратуру. Вот ему пыром по копчику. Он говорит, она публично... Тоже 12 лет я бы даже ему не дал бы. Потому что это абсолютно мелкие страсти, чинуши. Понимаешь? А это мать в отчаянии. Это разные вещи, между прочим. Что пишут аргументы и факты? Я знаю, вы все боитесь. Я уже рассказала про это. А что они пишут, что это? Про Калининградского... А, что вы говорите? Все, теперь другим газетам. Новые известия. Хоть горшком назови, называется. Статья. Россия вышла на новый какой-то уровень в мировые лидеры по числу регистрируемых торговых марок. Это материал Евгения Зубченко, как посчитали американские аналитики. Регистрация торговых марок в России за последние 5 лет ускорилась на 46%. Таким образом, по этому показателю страна вышла в мировые лидеры. Для сравнения, в США за это же время число вновь вышедших на рынок брендов увеличилось всего на 6%. В Китае лишь на 3%. А у нас, напомню, 46%. В общем, смотрите сегодняшнее новое известие. Там такие радостные новости для нашей экономики. В России 1 сентября откроется на 1140 школ меньше, чем годом ранее. Главная центральная статья в новых известиях сегодня о том, как именно школы убирают, сливают, как школы возникают, почему до каких-то школ совершенно даже добраться невозможно, потому что дорог нет. Об этом в новых известиях. Время новостей. Шаг к политической реформе, называется. Статья «Китай сокращает применение смертной казни». Китайские законодатели в рамках реформы Уголовного кодекса сократят число статей, которые предусматривают смертную казнь. Сейчас ею карают 68 видов преступлений. Поправки коснутся 13 видов, а именно экономических преступлений, не связанных с насилием и других. Еще одна статья во время новостей. Лихорадка после жары. Расплодившиеся кровососы, речь идет о комарах, конечно же, спровоцировали вспышку экзотической болезни. Сухое и жаркое лето 2010 года не только заметно ухудшило санитарно-эпидемиологическую обстановку в России, но и спровоцировало вспышку экзотического вирусного заболевания и лихорадки западного Нила. Вчера в администрации Вологодской области подтвердили, что от африканского вируса в регионе погибли уже 5 человек. Российская газета рассказывает про Минюст, который зарегистрировал обновленный перечень должностных лиц, которые имеют право пользоваться в аэропортах услугами залов официальных делегаций. Соответствующий приказ публикует сегодня российская газета. Список изменился, должности изменились и немного даже сократился. Губернатор из Гусева Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Калининградской областной думы кандидатуру главы одного из муниципальных районов. Николай Цуканов, я уже сказала, это еще сегодня российская газета об этом пишет. И Газпром собирается обеспечить погорельцев спутниковым телевидением. Такое предложение сделал глава компании Алексей Миллер. И все, мы всем понравилось. Новости, новости, новости. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Мы продолжаем с Анастасией Аножко. 9 часов 33 минуты. Настя Гречка улетает по космическим ценам. Сегодня публикации, касающиеся подорожания продуктов питания, при том продуктов питания, на которые мы всегда говорили, что мы перейдем в случае, если вовсе нечего будет есть. Я помню фразу, которую говорил кто-то недавно в общественном поле, что даже если не будет денег и совсем уже не будет денег, то ничего страшного, я перейду на Гречку. Перейдите, она все еще не так дорога. Да? Но она стоила там, не знаю, сколько там, 25 рублей? Вы смотрите на цены, на такие продукты питания. Вы знаете о ценах на такие продукты питания. Вы в курсе цен на такие продукты питания, как то, крупы. Вы, да, знаете и замечаете, вы замечаете подорожание, если речь идет о таких продуктах питания, как крупы. Как обычно, как это всегда бывает, у меня не работает голосовательная машина. И я думаю, что через какое-то время я справлюсь с ее абсолютно ублюдочным упорством и нежеланием работать. Вот она уже работает, да. Вы смотрите на цены на продукты питания, такие как крупы, да. И вы замечаете, для вас это интересно, 660 на 691. Вообще повышение цен на такие продукты питания, как крупы, вас интересует, вам кажется, существенным. 660 на 691. Нет, это не существенно, 660 на 692. Знаете, потому что всяко люди питаются по-разному. Может быть, кто-то, подобно Марии Антонете, приписывая ей фразе, скажет, пусть перейдут на пирожные. Все хлеб дорожает. Может быть, кто-то не смотрит на цену такого продукта, как крупа. Когда покупаешь, идешь и бросаешь в корзину, там, или как кто делает, да, какие-то продукты, иногда не смотришь. Ну, послушай, если вещь стоила одну копейку, а потом стоит две, то это подорожание на 100%. Да. Ну, понятно, что все равно, что она одну, абсолютно все равно, что станет одну копейку или две. Но для кого-то... Понятно, да? Для кого-то все равно. Ну, так вот, об этом мы и спрашиваем, то есть нам интересно. В принципе, аудитория, скажите, гречка дорожает, рис дорожает, как будто бы, теперь непонятно, почему рис, с какой стати. Заодно. Заодно? Они же друзья. Ах, вот как они дружат. Ну вот, а что осталось, перловка? Перловка не дорожает? Ячмень еще остается. Пшонка? Пшонка. Ну, наверное, нет, я не знаю, я не обращаю внимания, честно говоря. Ячмень это перловка. А. А. Овес. Овес, это овес. Овес. Овес, это геркулес. Фамилия его геркулес была в детстве, да. Я пытаюсь вспомнить крупы, которые... Хорошо. Останавливаю голосование. Спасибо за результат, очень интересный. 75,5%. 75,5% да, обращают внимание на такие продукты и на цены на такие продукты. Да, они в курсе цен на крупы. И да, для них существенно, как меняются цены на крупы. 75,5%. 24,5% не понимают, какие там цены на крупы и не очень хотят вникать. 24... Когда пачечка стоит 100 рублей, вы уже заметите. Помните, как масло дорожало, когда оно стоило 25, а потом стал 100 стоить? Для меня вопрос, честно говоря, который я... Пойми ты, вот этим людям 25%, я хотел бы сказать, 24,5%, я хотел бы сказать. Ребят, может быть, это неинтересно, но вот до какой поры. Потому что все напружинится и подпрыгнет все вместе. Конечно. Понимаешь? То есть, когда я резвлюсь тем, что кормлю собственных кур, а я их покормлю, я кидаю им всякие там крупы, другую раз кашу варю. Ну, что-то меня вдруг, знаешь, торкнет. Ну вот. И я понимаю, что это цена яйца от этой курицы. Понятно, да? Да. Потому что они же не сушки. Значит, ровно так же, ровно так же подорожают комбикорма, ровно так же подорожает мясо, ровно так же подорожает яйцо, ровно так же подорожает все вообще. Потому что крупы лежат в основе биоциноза. Тут я возвращаюсь к министру Трудневу. Да, как бы это ни казалось странным. Понимаете? Все подорожает самым парадоксальным образом на ладоннике, асфальтоукладчике. Как в конце концов подорожает бензин. Вообще же все подорожает. Понимаете? Поэтому вы вот так совсем уж не пренебрегаете ценами на крупы 24,5%. 7,880, 7,0. Вы, да, замечали подорожание цен на крупы. И скажите, просто мне нужно свидетельство какое-то. Насколько это верно? Насколько журналисты раздувают панику? Или это правда существует? Здравствуйте. Прошу вас, слушаю. Здравствуйте. Да, прошу вас. Здравствуйте. Сергей, меня зовут? Да, Сергей. Я как-то, ну, раньше-то не смотрел про эти крупы, сколько они стоят. А вот в последнее время везде в прессе по телевидению про это подорожание. Я вчера в сетевом магазине специально обратил внимание. Да. Да, гречка стоит. Не, я слышал, что вообще пропала она. А вы обратили внимание, а вот вы обратили внимание, извините, да позвольте мне быть таким занудным. Вы говорите, а я обратил внимание. Нет. Похоже, что у вас справа на пассажирском месте сидит кто-то, кто действительно обратил внимание, и вы так меняете показания. Нет? Нет, ну я в интернете или, по-моему, или по телевидению сказали, что гречка вообще пропала с прилавка. Да? Ясно. И мне просто стало интересно. Да, и вы пошли. Да, и я, нет, ну я там покупал продукты, ну и мимо, когда проходил там этих рядов. А вот можно вам вопрос? Можно вопрос, Сергей, вопрос. Вот вы покупаете, ну более-менее один тот же набор, вот до отпуска, в начале лета у вас был один средний чек, сейчас ваш средний чек, когда вот вы покупали продукт, увеличился или такой же остался? Ну, в общем-то я как-то за этим и не слежу, наверное, увеличился немножко. Наверное, немножко увеличился. Нет, я к тому, что гречка, я удивился, да, что она 46 килограмм. Я просто, ну, ты помнил, что год назад у меня довольно была за городом крупная собака, и я часто покупал крупу. Угу. Да, и эта гречка стоила, по-моему, зимой, по-моему, стоила она еще, по-моему, рублей 18 килограмм, ну, до 20 рублей. Я понял, спасибо большое. Так, слушайте, а как теперь зэков будут кормить, спрашивает Олег, ведь дорого. Вот еще люди, люди обездоленные, которых кормят из нормативов. 7-8-8-10-7-0, 7-8-8-10-7-0. Проиллюстрируйте нам, пожалуйста, ситуацию с крупами. Кто был в магазинах, кто видел крупу последний раз в этом году. Алла, здравствуйте. Добрый день. Да. Меня зовут Анатолий. Да, Анатолий. Я, значит, ну, как бы, когда совсем маленькие доходы, я обращаю внимание, когда деньги есть, не очень. Да, ну, вы видели в последнее время, да. Что вы где-то в июне в сцене подпрыгнули на полтора раза. Это было уже. Уже было, а еще прежде пожаров. Это да, 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 еще до пожаров. Я пошел в магазин, обычно там вот та же гречка стоила 21-22 рублей. Тогда они по 900 грамм развес у них. И вдруг 35. Слушайте, хорошо, а чем мы ответим? Вот скажите, вот чем мы ответим с вами? Вот мы. Ну, что тут можно... Да. Да мы бессильны в этой стране. Мы никто. Мы ноль. Нет. Перейдите на питание азотистыми веществами в воздухе. В воздухе содержится, я не шучу, в воздухе содержится 78% азота. Надо быть великим изобретателем, чтобы извлечь его оттуда. Мы с Юрием Михайловичем какой-нибудь люстры Чижевского это сделаем. Серьезно, послушайте меня. Значит, мы страшно стараемся для того, чтобы употребить азотистые соединения. Вы знаете, да? Невероятным образом стараемся. Но это не относится к гречке, это относится скорее к мясу. Но мы производим страшное усилие, чтобы употребить азотистые соединения. И что же выходит? Почему вам не употреблять их прямо из воздуха? В воздухе содержится 78% азота. О, черта, вы каждый раз его выдыхаете. Не подумали об этом? Хорошо. Слушайте, значит, через минуту вернемся. О продолжаем обсуждение. Вижу, как очень много людей звонят. Мне мамочки какие-то нужны. Мамочки, мамулечки, мамочки такие. Вот мамочки вам пишут сегодня на НТВ утром. Показывали, как гречку с лисичками, с луком делать. Прям рецепт давали. А что дороже, гречка или лисички? Я думаю, что пока лисички все еще дороже. Слушай, мы должны придумать какой-то ответ. Мы должны какой-то придумать ответ гадющей ситуации. Мы должны такой придумать ответ, чтобы нас невозможно было поймать. Пойми ты, Настя, чтобы нас нельзя было поймать. Мы должны перейти на трюфеля, я не знаю. Мы должны перейти, может быть... На лисички. Мы должны, может, перейти на перловку, черт бы я задрал. Потому что очень вкусно. Ты знаешь, я покупаю в одном магазине перловку итальянскую. Да такая прекрасная перловка. Ты все как приготовишь. Богу милую. О чем ты говоришь? Готовить перловку? Делай минимальный огонь и забудь про нее, и найди ее вечером уже готовой. Не пожалей сливочного масла, и ты получишь превосходный продукт. Ты понимаешь, о чем я говорю? Через минуту продолжим. Давайте. В эфире русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. 9.43, мы продолжаем с Анастасией Аножко. Форс-мажорное прощание с гречкой и зерном. Масштабы неурожая 2010, возможно, превышают официальные оценки, пишет сегодняшняя независимая. Не только независимая. Многие газеты пишут о том, что гречку смыло с прилавков и так далее, и так далее. Проблемы. Сейчас идут новости на ленте. Во Владивостоке, я так понял, что и рис подорожал вдвое. Рис тоже. А нам пишут, слушатели, наоборот, ожидают хороший урожай. Так нет, а рис же за компанию. Все понимают, что будет хороший урожай риса, но не будет гречки. И тогда люди станут покупать рис и попадут в западню. И, конечно, это же будет засада. Ты пошел, разлюли малина, покупать рис, а тебе говорят, иди сюда, голубчик, ты попался. Понимаешь, да? Поэтому мы должны придумать такой ответ Чимберлену, чтобы нас абсолютно... Рустам предлагает, можно опилки в еду подмешивать. Нет, мы должны придумать такой ответ Чимберлену. Мне нужны мамочки. Мамочки, которые действительно де-факто ходят в магазин, трясут там щеками около... А вам нужен ответ какой? Что сделать что? Мне нужна экспертная точка зрения. Мне нужна мамочка, которая трясет щеками около кассы, когда я стою за ней. Сейчас никто не позвонит. Секундочку, когда я стою за ней, а я стою за ней, а она долго трясет щеками, потом говорит, что она пойдет, поменяет на полке что-то, потом она говорит, что, несмотря на то, что нет этикетки, например, нет этикетки, вы что говорите? Выбросьте ее нахрен и все. Правильно? Естественно. Нет, мамочка ждет, когда придет дежурный администратор по залу, все перечитает. Вот такая мамочка мне нужна, которая трясет щеками. Нормально? Требования поставим, все, 7-8-8-107-0. Пожалуйста, человек, который эксперт, потому что сейчас позвонили два мужика, которые нифига вообще про жрачку не знают. Совершенно очевидно, что их кормит теща, и они здесь имитируют, корчат из себя, как если бы они что-то понимали хоть в чем-то. Ни в чем, ни черта не понимают. Мамочка нужна. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Да. Здравствуйте. Вы не мамочка никакая? Я не мамочка, но хожу в магазины. Скажите, пожалуйста, да. Ну что же там, да. Вот, ну, как бы, зашел в метр, просто по просьбе родителей купить гречки и пшена вообще не обнаружил. Вовсе нет ничего. Зашел в Ашане, то же самое ситуация. Зато, говорят, полно макаронов. Макарон, ну, как бы, полно. Риса, честно сказать, раза в два, наверное, в три меньше стало. Ясно. Спасибо большое. Давайте дождемся мамочку. Нам нужна мамочка. Теперь я буду абсолютно твердо стоять на своем. Нужна мамочка и точка. 7-8-8-107-0. Женский голос. По крайней мере, имитируйте. Говорите вот так. Здравствуйте. Вот так говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Черт, аз два. Вы так говорите. Алло, алло, здравствуйте. Вот так. И тряситесь щеками при этом. Черт побери. Никто не хочет трясти щеками. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы скажите всем этим мужикам, что по-настоящему происходит? На самом деле гречка подорожала. Да. И вот она сейчас стоит 55 рублей. А вот где-то, говорят, 80. Детгар 64. Вот Киселев пишет. Киселев пишет. Подождите, нет, не Киселев. Где-то было написано 20 было, а город Королев, простите, вот. Было 20, стало 80. Сергей, вы знаете, вот уже не первую неделю говорят об этой гречке, о цене, да? Ну, мне кажется, уже как-то можно решить вопрос. Или это ее стоимость и наказать людей. Которые накручивают. И одобрить этот момент. Ну, так долго говорить на эту тему, ну, просто уже как-то неуважение. Сегодня несколько газет. Это то же самое, когда, вот когда случился этот взрыв, такси подорожало, понимаете? Да. Или это надо к совести призывать людей. Но ведь всегда, простите, я не спросил вашего имени, позвольте меня. Меня зовут Алла. Алла. Вы понимаете, всегда на пожарах, всегда на несчастьях кто-то начинает зарабатывать из-за ажиотажного спроса. А, ну тогда давайте порекомендуем на следующем, что там делать. Таксисты, таксисты, таксисты и в дождь зарабатывают больше. Вот дождь пошел, мгновенно такси начинает зарабатывать больше. Ну, тогда извините. Давайте про бессовестность говорить и продолжать, и культивировать, и так и жить будем. Спасибо. Но правда, что подорожало? Правда. Конечно, подорожало. Хорошо. А нам куда улизнуть? Давайте уйдем с какими-то темными коридорами. Давайте не будем ее есть. Тогда что? Вот в чем ответ? На картошку перейдем все, а? Или что? Ну, опять-таки, я не знаю. Но у меня сын любит гречку. Вот. И я думаю, что, ну, конечно, там я не умру от того, что там на 30 рублей подорожало. Это неважно. Вот. Но... Надо сознательность, мне кажется, взывать-вознательность. Мне кажется, у нас вообще вот уже давно как-то, вы знаете, вот... Взывать-вознательность, Сергей, ты что говоришь? Взывать-вознательность. С ног гречка дорогая. Безсознательность это вообще очень круто, модно и для взрослых. Нет, сознательность в чем? Чтобы он отказался временно от гречки и перешел бы на картошку или что-то такое. Нет, ну, я хочу сказать, но это законно, вот это подорожание. Ну, с точки зрения рынка, да. Вот есть же люди, которые отвечают за цены, вот эти всякие там министры, да? Если это законно, скажите, да, вот такая ситуация, это законно. Ну, сплошь плуты, Алла, но вы же видите эти лица. Вы же видите это глаза, но сплошь плуты. Не, ну, я наивная, мне пусть скоро 100 лет, но я наивный человек, потому что я все время верю в порядочность. Ну, посмотрите на эти глаза, Господи, вы же не доверите им килограммы гречки. Ну, сплошь же плуты. Почему? Я бы доверила. Кому бы вы доверили килограмм гречки? Кому? Кроме Голиковой, которая чистое деревенское лицо, я ее видел однажды по телевизору. Кроме Голиковой, честное слово. А? Ведь нюшка-нюшка. Вот я бы ей дал бы, ей-богу дал бы ей килограмм гречки бы. А остальные плуты сплошь, ей-богу, а? Ну, мы выяснили то, что мы хотели про гречку? Нет. Что делать? Ну, что делать? Уход из ситуации. Где боковые коридоры? Куда вы скажете? Нельзя. Нельзя зарабатывать больше. Все, вот вам уход. И инфляция будет расти, и все будет хорошо. У всех будет много денег, мы будем платить очень высокие цены. Нет, мать, не права, не права. Я должен сказать, накосе, выкуси. Я должен сказать. Бойкотировать гречку, вот, представляете? Я бойкотирую гречку, во-первых. Я должен сказать, накосе, выкуси. Я должен уйти куда-то в боковой коридор. Я тебе говорю, я это и сделаю. Я хоть на манго перейду, но я не буду покупать гречку. Понимаешь, да, о чем я говорю? Я бы не надо. Покупайте вот макароны, действительно, вы правильно сказали. 7-8-8-10-7-0. Нужен боковой коридор. Куда уйти от этого дефицита? Сейчас хорошо, дефицит, подорожание, дурка. Мы не должны играть по правилам, которые нам навязываются. Мы не должны играть по правилам, которые нам навязываются. Покажите, как мы уйдем в боковой коридор. Кто знает, скажите. Алло, здравствуйте. Ответ. Алло, здравствуйте. Алло. Глобальный ответ вот этому подорожанию. Что делать? 7-8-8-10-7-0. Я не знаю, ребят, вы что, ребят? Вы что ведетесь-то? Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте, Сергей. Да. К сожалению, расстрою вас. Никуда не уйдем, потому что за гречкой подорожают остальные крупы. Это будет цепная реакция, потому что прибыль вещь заразная. Поясните мне. Алло, алло, алло. Ну, то есть сегодня подорожала гречка. Да. Через недельку подорожает рис. Вы работаете в рознице? Вы работаете ли в опте, вот в торговле, в торговле? Нет, но я... Нет, давайте сейчас кого-то. Сейчас мгновенно кого-то вызовем. 7-8-8-107-0. Нам нужен человек, который работает в рознице, в поставках. Объясните, почему дорожает чертов рис, когда никаких неурожаев риса в Вьетнаме не было ни разу? Ну, в смысле, в этом году не было, понимаете, да? Во Вьетнаме не было. А. Пожаров. Б. Неурожая. С. Ничего другого не было во Вьетнаме. Почему дорожает также и рис? 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Поясните, кто работает в торговле. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Да, слушаю вас. Да, слушаю вас. Вы работаете в торговле. 7-8-8-107-0. Позвоните нам. 7-8-8-107-0. Если вы работаете в торговле. Я понимаю, что все работают в торговле. Да. Вы работаете в торговле. Да, но у меня работают все в торговле. Но смысл в том, что вы поймите, что наш... Вы помните торксины? Да. Когда Гельман работал в торксинах, валюту в два раза меняли. И цены были за границей, все было дешево. У нас все равно помголы и прочее привозили и продавали все равно дороже. И Гельман, и все остальные говорили, этот народ нужно укращать. Как укращают тигра в клетке? Ему дают специальный рацион. И тем более его мало. Чем больше вы будете зарабатывать и все равно будете приходить, все равно у нас цены, посмотрите, с Германией на фрукты, на овощи и прочее. А что с Германией? Скажите, скажите, с Германией есть разница, да? Ну, во-первых, в Германии есть разница. Бананы в зависимости от размера, в смысле, стоят одинаково. Яблоки стоят одинаково. И помимо этого есть специальные дни, где фермеры могут свободно привозить, в субботу-воскресенье без оплаты земли продавать. И во Франции то же самое. У нас это невозможно. У нас картошка во всех, допустим, магазинах, она, значит, из Израиля идет. Остановитесь на секунду, Настя, давайте ответим. Потому что Настя со степсисом... Я слышала какие-то рыбки одного дня, куда походим. Настя, послушайте меня. Настя, их там всех берут за жаброперекупщики. Настя, вы просто не знаете об этом. Вот эти русские бабы в кокошниках, которые вам продают, это сотрудницы, нанятые азербайджанскими юношами. Это вывеска. Это славянская вывеска. А на самом деле владельцы другие. У нас стоит заслон для украинской и белорусской картошки. У нас, я говорю, вы посмотрите все эти ашаны и прочее. Значит, вся молодая картошка, вся из Израиля. Я не знаю, как ее везут. Но скажите мне, пожалуйста, на секунду, сейчас я верну вас еще к одной цифре. Скажите, пожалуйста, а население Российской Федерации состоит главным образом из кого? Из лохов. Вы поймите, из трещина пищи. Их 87% русских. Вот мне нравятся русские, которые жалуются на то, что, смотри, сейчас русские только что при нас пожаловались. Ну, как бы, не то чтобы жаловались, а говорили о ситуации, а обрисовывали ее в удручающих тонах. Да, то есть, что, удручающая ситуация. Верно? В третьем лице. Значит, смотрите, 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 смотрите. Картофель выращивают израильтяне. Страна с ноготь. С ноготь страна, микроскопическая страна, в которой все время пустыня вдобавок. Значит, картошку выращивают для России, кормят израильтяне. Значит, здесь стоят русские бабы, торгуют на рынках, но это неправда, потому что ими владеют перекупщики. И азербайджанцы, которые заставляют русских... Я спрашиваю, я спрашиваю, а 87% населения этой страны кто? Ответ. Лохи. 9 часов сказал... Он так сказал. Вы слышали, да? Он сказал, 87%. Я спрашиваю, кто здесь живет 87%? Он говорит, да лохи. 9.54 почти. Звоним на биржу. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Лев Быстровов, аналитик фонда БиШРТС на связи с нами. Лев, здравствуйте. Доброе утро. Ну что, ну что, удручающе выглядит нефть. А мы не падаем. Смотрите, который день подряд с нефтью плохо, а с нами хорошо. Это значит? Ну, пока что держимся, на самом деле. Тем сильнее может быть, на самом деле, реакция на другие данные. На самом деле, сейчас все ждут 6 часов вечера. По Москве будут опубликованы данные по рынку жилья США очередные. Пока что прогнозы, да прогнозы на данные не очень хороши. И в целом, это может сильно повлиять не только на американские. Смотрите, парадоксально. Правда же? Напыщенные, кичливые, гордящиеся собой у москвичи ждут, купит ли новый дом Педро Хименес, который эмигрировал из Мексики в Соединенные Штаты. От Педры, от Гонсалеца, Гомеца и... Как здорово еще? Гомец, Гонсалец и... Хименец. Вот от них все и зависит, получат ли деньги сегодня москвичи. Но не ужас? Ужас, действительно, но так и есть. 1,2640 доллара в евро. Спасибо, Лев. Хорошего дня вам. Торгуем и надеемся на Гонсалеца. Ура! Подъем. Русская служба новостей. В движении. 9,56 в движении. Где едете, что видите? 7,8,8,1,7,0. Где едете, что видите? Расскажите мне о движении в Москве. 7,8,8,1,7,0. Наш телефон в студии. Пробки, засады, аварии, всякое такое. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте. Слушаю вас, да. Алло, здравствуйте. Отбил Александр на Мазде. Второй день подряд. М2 забита практически от Подольской до Варшавки до Вьезда МКА. Ясно. И мне звонила час назад примерно дама, которая сказала, что там, ну, собственно, не из-за ГАИ, а из-за водителей, которые устроили толчую. Нет, нет. Пять рядов. Аккуратненько. Три километра в час. Я понял. Спасибо, спасибо, спасибо. 7,8,8,1,7,0. Еще успею приедать один звонок. Здравствуйте. Где едете, что видите? Здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте, Андрей. Да, Андрей, как вы? На Каширке минут 20 назад пересечения с пролетаркой стояла фура. Три ряда в центр и один ряд в область закрывала. Оля, да. Каширка пересечения с пролетаркой, да? Да. Стоит фура совсем недавно. Три ряда закрывает. Куда? В центр. И один ряд в область, да. Да. Очень-очень серьезно, Авария. Я имею в виду, пробочка будет, мама не горю. 9 часов 57 минут. Спорт. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 10 часов 3 минуты, вторник, 24 августа. Здравствуйте, Великий Город. Здравствуйте, все это Русская Служба Новостей. Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, все это. Следователя по особо важным делам. СКП РФ ограбили в Москве. Злоумышленники взяли у него две пары ботинок. Это серьезно, я читаю. Нет, не шучу, не шучу. Когда я начну шутить, я предупрежу. Все сделаю вам глазок. Вот так глазом. Вот так. Слушайте, РИА Новости, Москва. Две пары обуви и служебное удостоверение украл злоумышленник в воскресенье из квартиры славшего следователя по особо важным делам главного следственного управления Следственного критета при прокуратуре Российской Федерации имени... Ну, не важно. Сообщил РИА Новости во вторник и источник... Значит, смотрите. Ущерб составил около полутора тысяч рублей. А? Это включает стоимость удостоверения или нет? Нет, точно. Сейчас, сейчас, сейчас. А до 2400 рублей. Да, да, слушай, слушай. В период с часа 30 ночи воскресенья до 10 утра воскресенья неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в его квартиру в Зеленограде и украл две пары обуви и служебное удостоверение. Ущерб составил около 1400 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158. Кража, похищение, повреждение документов. Мне кажется, надругательство над прокуратурой еще нужно туда, и над органами власти, и над всем остальным. Следующая новость, смотрите, после чьи в июле назвали своих детей Океаной и Дареной. Я думаю, что последняя... Дарена, Дарена. Ваша честь, нет? Нет, Дарена. В общем, это Реановости тоже сообщают. Новые экзотические имена, которые принесли в ЗАГС. Аглая, Калерия, Дарена, Борислав, Евсей, Ерофей, Емельян. Емельян не экзотическое имя почему-то в Реановости, наверное. Ерофей не... И абсолютно. Ну вот. Хорошо. И еще Владислава, и Океана, и Агафья. Агафья тоже ничего. Имя покровитель. Ну, слушайте. Внимание, внимание. Курс доллара. О чем говорит курс доллара? Почему вы пренебрегли этим прокурорам? Почему вы пренебрегли прокурорам? Секундочку. Не сбивайте меня с толку. Курс доллара сейчас 30,76. 30,76. И все, оставим доллар, вернемся к прокурору. Давайте. Значит, следователь, СКП, при Генке, при РФ... Ходит в ботинках в двух парах. Ходит в двух парах ботинок. Курс стоит... Цена, внимание, вычти, пожалуйста, цена удостоверения. 1400 рублей. Минус цена удостоверения. Цена удостоверения 100 рублей. И 200 давай. 200 рублей, например. Цена удостоверения. Остается 1200 рублей на 4 ботинка. То есть человек, действовительно работая в генпрокуратуре, не имеет ни одной ценной вещи в доме, вообще ни одной ценной вещи в доме, а кроме ботинок 4, цена каждого по 300 рублей, то есть по 10 долларов в ботинок. Понимаешь что? Завтра он пойдет... Завтра ему купят новые, я надеюсь, за счет прокуратуры. Нет, надень такие. Знаешь, это японские продаются. Японские для борцов сумоты. Такие вот тапочки такие. Ну скажи ведь на милость. Ведь это говорит о том, что мы думаем, что они взяточники. Мы думаем, что они абсолютно... А ведь прокуратуры, как известно, лишь на седьмом месте... Гнусные душонки такие, которые все время торгуют уголовными делами, раскручивают, раскручивают, чтобы продать. По существу, угрожая пытками, морят тебя в каких-то, так сказать, тюрьмах, уморяя тебя пытками, пытаются вымогать из себя все новые и новые сотни тысяч долларов. Понимаешь? Это репутационная вещь. И теперь оказывается, что войди в квартиру прокурора... Кто был в квартире прокурора? Позвоните нам, пожалуйста. 788-107-0. Войди в квартиру прокурора. Вообще пусто. Кошаром покати. Гнутая алюминиевая ложка. Столик обшарпанный из набора, кухонного набора, выпущенного в 1964 году. Вот этот столик обшарпанный. И четыре ботиночка стоят, в которые нагадил кот. Понимаешь? И больше нечего взять. Понимаешь? Сорочкой ботинкой, да. 788. Вот так-то. 788. Кто был в домах у прокурора? Опишите нам, пожалуйста, эту скудность, эту нищету, этот ужас. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Алло. Здравствуйте, да. Прошу вас. Добрый день. Да. Отец здесь сотрудник, правда, военной прокуратуры, но, честно говоря, то, что описали, не было такого никакого. Нет, ну скажите, ну четыре ботинка, больше ничего не нашлось в доме? Больше ничего. Ну, честно говоря, не верю я. Не верите, да. Да, он не решился просто дальше пройти. Я думаю, ограничился самым ценным, что увидел и все. Нет, а может, он взял пять килограммов золота, но прокурор не решился об этом заявить? А, ты не подумала об этом? Нет. А, 788. Если бы ты была прокурором, ты бы заявила, что еще у меня сперли пять слитков золота, да? Нет. 788-107-0. Да, слушаю вас. Здравствуйте, я был у друга. Вы были у друга, у прокурора. Скажите, там четыре пары ботинок, каждый по десяти долларов. Там дворец, на самом деле. Дворец. Да, тут на самом деле два варианта. Либо... А может быть, он заблудился во дворце. Заблудился во дворце. Да. Либо он потерял удостоверение, и поэтому так заезжал. Либо на самом деле вынесли все, им надо просто вора найти. Спасибо. Значит, может быть, он просто потерял удостоверение, заодно по дороге на работу выкинул четыре пары ботинок, в которых прежде ходил. Ну, конечно. И просто, конечно, списал это под кражу. Ну, о чем ты говоришь? Это специальный вброс для того, чтобы мы думали, что прокуроры бедные, пишет Михаил. Конечно, видите, я работаю на эту версию, Михаил. Я работаю. Я был на даче прокурора. Пошел гулять и заблудился, пишет 56-й. Вот так-то. 788-107-0. Еще. Еще успею. Еще успею. Вот так. У нас еще есть, может быть, полминуты. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Слушаю, да. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Ростислав. Ростислав, скажите, вот это описание жизни прокурора вас каким-то образом убеждает? Ну, с одной стороны, конечно, не хочется верить, что все живут во дворцах. Кто-то же должен и хоть что-то делать, как-то работать. Ну, там есть, кроме тех, кто живет во дворце, есть, которые делают им массаж, я думаю. Ну, а с другой стороны, у меня своячница-художница, она, ее друзья приглашали на фотосессию. Это дом, где иллюзион, знаете, высотку, да? Да, да. Вот двухэтажная квартирка с патио, там, со всеми делами. С лифтом, кстати. Это он прокурором? Прокурор, да? Да, да, да. И патио, скажите, какой вкус? Наверняка в патио какие-нибудь музыканты воспевают Дону, и Дона стоит на балкончике. Ну, там знающие люди все делали, далеко не худшие среди дизайнеров и художников, поэтому прививают вкус. А прокурор какого уровня вот с патио живет и все это? Какого уровня прокурор? Боюсь соврать, просто не помню подробностей. Ну, московский какой-то. Какой-то московский колхозный, да? То есть низкого уровня, не самый высокий прокурор. Спасибо. Значит, пошла своячница-художница на фотосессию в дом, где иллюзион. Понятно, да? Все, я правильно описываю? Правильно. Дальше. Она пришла в этот дом, и ей показали квартиру рядом с людьми, которые там находятся, которые принадлежат одному из маленьких прокурорчиков московских, мелкопоместных, я бы сказал, прокурорчиков, таких, знаешь, завширевшие потомки шуйских прокуроров, я бы сказал, шуйских, может быть, ну вот, и они обнаруживают склонность... Он был из аристократического, но обедневшего рода. Они обнаружили склонность к испанскому. У них квартира двухэтажная с лифтом, которая идет отдельно в их квартиру, и с патио. Патио где... Александр пишет. Что? Был в доме прокурор на Новый год, сопровождал свою знакомую, дом на Никольной горе, компания, одни прокуроры, все завалено золотом и вульгарной мебелью. Вот так, прекрасно. 10 часов 12 минут, переходим к Украине, это каким-то уже смычка через... 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 через какое слово? Через золото, вульгарность или через мебель? Ну, одним словом, это как-то связано с Украиной. Через минуту вернемся к независимости Украины. Поехали. Подъем. Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики постановляет провозгласить 24 августа 1991 года Украину независимым демократическим государством. С момента провозглашения независимости действующими на территории Украины являются только ее конституция, законы постановления правительства и другие акты законодательства республики 1 декабря 1991 года провести республиканский референдум для подтверждения акта провозглашения независимости глава Верховной Рады Украинской ССР, ССР, Л. Кравчук, Киев, 24 августа 1991 года. Акт провозглашения, исходя из смертельной опасности, которая нависна над Украиной, в связи с государственным переворотом в СССР, 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию создания государства на Украине, здесь на, видишь, на Украине, на Украине, в оригинале, в оригинале, исходя из права на самоопределение, предусмотренного уставом ООН и другими международными правовыми документами, осуществляя декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства Украины. Территория Украины является неделимой и неприкосновенной, а отныне над территорией Украины имеют силу исключить на Конституции законы Украины. Этот акт вступает в силу с момента его одобрения. Все. Значит, несостоявшееся государство, состоявшееся государство. Интересно. Есть несколько версий. Я прежде все-таки стартую голосование. Есть несколько версий и очень интересных объяснений. Одно из объяснений, одно из объяснений заключается в том, что Украина прекрасный как бы пример для России, который пробует, ну, разные стежки, дорожки, попробовать разные пути. Дает возможность попробовать разные пути. И в том числе понятно, да, если страна все время идет одним путем, то если она оступилась, то она вся и оступилась, вся вместе. Да. А если страна как бы идет отрядом по нескольким дорожкам, параллельным там, ну, не совсем уж... Ну, понятно. Можно посмотреть, что будет. Можно посмотреть, что будет. Вот. Значит, Украина состоявшееся государство. 6-6-0-0-6-9-1. Украина не состоявшееся государство. 6-6-0-0-6-9-2. Проголосуйте, пожалуйста. Украина состоявшееся государство. 6-6-0-0-6-9-1. Вы были на Украине, вы знаете Украину, вы так вот чувствуете, вы читаете об этом, вы знаете. Украина, да, состоявшееся государство. 6-6-0-0-6-9-1. Украина не состоявшееся государство. 6-6-0-0-6-9-2. И пока вы голосуете, давайте обсудим эту тему. 7-8-8-107-0. Наш телефон в студии. 7-8-8-107-0. Если вы его, да, вы его не забыли, разумеется. А! Во! Повисла эта машина для голосования, да? Я так и знал. Она не может не повиснуть, потому что не может одновременно работать и микрофон, и машина для голосования, и машина для дозвонов. Если все вместе начнет работать, а еще и в студии есть свет, например, почему-нибудь, то это значит, что все сломается очень скоро. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Украина состоявшееся или не состоявшееся государство. Я украинец и горжусь этим. Ну, да, да. Мы сейчас про другое. Мы сейчас про другое. Вот пишет 83-й на наш смс. Я украинец и горжусь этим. Классная причина гордиться, я тоже так считаю. Алло, здравствуйте, я прошу вас. Слушаю, да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Илья, я из Москвы. Да. На Украине часто бывал, у меня там много друзей. Состоявшееся и не состоявшееся государство? Однозначно состоявшееся. Состоявшееся? Да. А есть что-то, вот всегда говорят о разных государствах на Украине, по крайней мере, центр, восток, запад? Конечно, конечно. А что скрепляет эти странно разные части? Ну, на мой взгляд, экономика. Экономика, в первую очередь. Ну, самое интересное, что они, сидя там и имея, в общем-то, с точки зрения демократии, устройства, более продвинувшиеся, чем у нас, завидуют нам, потому что у нас больше нестинных денег. Да, 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 да. Спасибо. Они завидуют благосостоянию. Они завидуют благосостоянию. 788-107-0. Украина состоявшееся государство, у Украины не состоявшееся государство. Я останавливаю наше голосование и говорю вам о результатах 43... Очень много людей позвонило. 43,6 процента. 43,6 процента. Да, Украина состоявшееся государство. 56,4 процента. Украина не состоявшееся государство. 56,4 процента. Результат близкий к пополам, ну, согласитесь. Алло, здравствуйте. Все-таки большинство не состоявшееся государство. Слушаю вас, да. Добрый день. Я зовут Юрий Юрьевич. Я думаю, что все-таки скорее не состоявшийся, чем состоявшийся. Причина, поясните. Бывало, я на Украине тоже много раз, и когда ты заходишь в Макдональдс, и там написано, мы с мощнейшего харчевания, ты думаешь, как можно так было извратить русский... Я умоляю, ну почему вы так думаете? Ну, я думаю, что сама по себе государственно выражается в том, что государство в частности, оно самостоятельно. Оно может абсолютно полностью независимо от, там, к примеру, российского... Вы знаете анекдот? Нет, ну, вот скажите, вот ваш первый посыл все-таки несправедливый и неправильный. Я согласен, язык и государственность нужно разделять, да, это разные вещи. Это разные вещи. В Ирландии превосходно говоря по-английски люди ценят собственную государственность. Хорошо, это как бы один из примеров того, что... Ну, это несколько похоже, согласитесь. Нет, вы знаете, говорить об искусственности украинского языка поздно, а говорить можно было в 20-е годы, когда коммунисты создавали, кодифицировали, простите, украинский язык. Значит, смеяться над языком вообще я не стал бы. Есть такой анекдот, помните, Микола, ты знаешь, як москалы называют пиво, помните? Пиво убывал бы. А, да, да, пиво поубывал бы. Ну вот, значит, вот это, значит, это все-таки не аргумент, несостоятельный аргумент обвинять язык. Язык, который не менее древний, чем русский, как минимум. Ну, как минимум. Понятно, да? Понятно. Кодифицированный позднее русского. Кодифицированный позднее русского. Но по истокам и корням, чем он вам не нравится, да? Я, по поведению вашего слушателя, должна сказать, что из всей группы славянских языков русский самый модернизированный, то есть он дальше всех ушел от протоязыка, а все остальные языки ближе к истокам, вот и все. Украинский ближе к истокам, украинский более, более восточноевропейский. Смеяться как раз нужно над русским. Смеяться нужно над русским, потому что русский невероятное количество усваивал как из греческого, так и странным образом из южнославянского болгарского. Русский переделывался под южнославянский болгарский в связи с церковнославянским. Понятно, который был болгарский язык. А украинский действительно сохранился как восточнославянский язык. Смеяться над восточными славянами, ну, позиция продуктивная, но не бесспорная, согласитесь. Вообще высмеивать восточных славян, будучи восточным славянином, как-то так неосторожно. Ну вот, украинский не диалект русского, нет, это ошибка 38-й, нет, нет, это ни в коем случае. Была искусственность в кодификации в 20-е годы, и действительно, коммунисты и филологи, которые занимались тогда кодификацией украинского языка, придумывали некие законы наоборот. Знаете, да? Ну, например, если в русском языке в данном случае ставится запятая, то в украинском нет. И наоборот, если в русском языке в данном случае запятая не ставится, то в украинском доставится. То есть была некоторая искусственность, но, извините, кодификация в 20-е годы язык, это все-таки не совсем совпадающая, не 100% совпадающая вещь, правильно? Ну вот, хорошо. 10 часов 21 минута, все равно. Когда ЕС кинет Украину, она вернется к нам. Это об ущербности проекта Украина говорит 36-й. 36-й намекает на то, что Украина в общем ищет хозяев. В общем ищет хозяев. Не Россию, так Америку, не Америку, так Европу. Украина ищет хозяев, как будто песик, который отбился где-то на железнодорожной станции. Это ощущение есть когда-то в Украине. Со стороны, наверное. А изнутри? А изнутри они нас обвиняют в том, что мы такая же шестерка, как они. Ровно такая же шестерка, говорят украинцы. И тоже ищем хозяев. Но и требуем, чтобы они сделались как бы плюс к вам перфектом от нас. Понятно, да? То есть шестерка и шестерки. Они говорят, нет-нет, но вы такая же шестерка, когда ты начинаешь в Киеве им объяснять. И в Киеве как-то вот у них это все в голове, все вместе получается гладенько как-то. 7-8-8-107-0. Украина состоявшаяся государство или нет? Алло, здравствуйте, да? Алло, здравствуйте, Николай Москва. Да, Николай. Мне кажется, что тут с обратной как-то суверенитет государств, в принципе, обоих, России, он обуславливается очень границами, существованием которых поддерживают соседи. То есть нашу форму держат, и из-за этого нам внутри чего-то приходится делать. Нету вне, рядом с нами никакой империи, которая бы хотела там реально на нас напасть или что-нибудь от нас откусить. Вот люди там с той стороны живут, и они этот забор держат. А нам, в принципе, ни нам, ни Украине государственность, вот в моем ощущении, не нужна. То есть, если взять каждого отдельного человека, он выразит четкое желание, что пошло бы оно все, это государство, куда-нибудь далеко. Смотрите, украинцы невероятно энергичные, пронырливые, лишенные, лишенные, понимаете, они блистательно, например, служили в советской армии, но они при этом невероятно карьерные были, вы помните, да? Ну, это к государственности мало отношений. Нет, 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 я просто хочу поставить на голосование, вот в связи с тем, что вы сказали, вопрос. А вы бы согласились сейчас принять 45 миллионов невероятно пронырливых, карьерных, дикоэнергичных таких хуторян, которые с хуторским сознанием, которые все-таки... Все у нас же сидят, ну что, возьмите, ну я так вот посмотрю вокруг по директорам предприятий, глав каких-нибудь регионов, в том числе и очень дальних хохлов, ну, пруд-пруди. Ну да, это правда. То есть, мы на самом деле от них никак не избавляемся. Нет, в армии тоже самое. Но я вам скажу, откуда эти хохлы, это все равно южане, но это в основном кубанцы все-таки. Это в основном кубанцы, которые Украина, этническая, они там и говорят по украинскими разуме. Нет, 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 вы понимаете, наши границы с Украиной, это смех. Нет, на самом деле, это граница. Слушайте, давайте поставим этот вопрос, давайте поставим этот вопрос. Хотите, Николай, попробуем? Давайте. Давайте, послушайте. Значит, есть, есть 100 миллионов примерно, я сейчас грубо говорю, совсем грубо, потому я скажу даже, что в Украине, на Украине скажу 50 миллионов. Так, потому что там не 50, а уже давно 46 или 45. Слушайте, есть 100 миллионов человек в Европейской России и 50 миллионов человек, 50 миллионов человек на Украине. Вы согласны завтра с ними объединиться? Но на индивидуальном уровне, запомните, это дикие проныры, карьерные, служаки, которые все попрут, перетащат по собственным хуторам, потому что они, у них хуторское сознание. Оно плохо лежит, тогда я, может, оно пригодится. И они все перетащат к себе по хуторам. И Янукович заявляет. Да, слушайте меня, да, 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 вот завтра, завтра на 100 миллионов русских, на 100 миллионов европейских русских, появляется 50 миллионов украинцев. Вы с этим согласны были бы? Они оттеснят вас, они оттеснят, они, 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 они оттеснят, все потырят, все растащат, все и так далее. Понимаете, они такие, они, они дико энергичные люди, в них витамин все время. Вы, да, согласны на это, 660 на 691. Завтра вы тогда тоже потеряете отчасти свою идентичность. Нет, вы не согласны, 660 на 692. Вы согласны принять завтра в европейскую Россию на каждых двух русских одного украинца? Понимаете? Да, 660 на 691. Да, пусть будет, пусть будут они, пусть вот всюду у нас будут Днепропетровские кланы править. А сейчас питерские? Питерские? Слава тебе, Господи, понимаешь, это худший, худший, лучший из худшего. А будет Днепропетровский клан, какой-то Николаевский, какой-то Одесский будет сидеть, какие-то люди из Одессы всюду, Луханские какие-то всюду будут. Вы сейчас всех напугаете, Сергей. Значит, да, вы согласны. 660 на 691. Ни черта вы не согласны, все, отделились и все, и до свидания. Нам здесь хорошо. 660 на 692. Обзор печати, скажу результат через минуту. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. Обзор печати. 10.27, 10.27 минут, обзор печати, микроскопический. Микроскопический, ну вот я должна сказать, что из происшествия в Пушкинском районе Подмосковье милиционер попал под электричку, об этом вот на сайте аргумент. Слушай, я должен сказать ответ, пусть и новостей, ладно? Голосуйте, пожалуйста, еще. Послушайте, слияние наше с Украиной состоится сегодня, в День независимости Украины. Например, да, например, говорю я. Да, и 50 миллионов украинцев хлынут в Россию, энергичных, хуторских, которые все тащат по домам и так далее. Вы согласны с этим? 6-6 карьерных, дико карьерных, навитаминизированных мужиков. 6-6-0-0-6-9-1. Всюду займут всеначальнические места. Да, вы с этим согласны. 6-6-0-0-6-9-1. Нет, вы ни черта с этим не согласны. Отсоединились и все, и черт с ними, пусть там пропадают. Росстат опубликовал данные по зарплатам, в том числе чиновников. Оказалось, что путинские получают больше медведевских по ведомостям защитов. Оклады чиновников нам намного превышают зарплаты в частном секторе. Подчиненные Путина зарабатывают в среднем 88 тысяч 500 рублей в месяц. А президента Дмитрия Медведева 80 тысяч 600 рублей. Это все средние данные. Более подробно смотрите в ведомостях. Известие о том же. Виталию Мутко указали на коррупциогенные факторы. Такое заголовок. Рождающие преступные, порождающие. Да, нарушение действующего законодательства выявила Генпрокуратура в ходе проверки Министерства спорта, туризма и молодежной политики. В числе нарушений коррупциогенные факторы в нормативных актах Министерства. О том, что эти факторы породили, собственно, коррупцию и как именно, об этом не сообщается. Материнский капитал можно взять теперь наличными. Тоже новость. Вот эти 12 тысяч рублей можно изъять из всего полагающихся 343 тысяч. Там, если быть точным, 343, 378, 80 копеек. 12 тысяч можете опять взять. Там какое-то время был мораторий. Смотрите в известиях подробно об этом, где и как, что нужно сделать. Сулим Ямадаев оказался жив, но его отключили от коррупции. Все, он теперь уже не жив. Теперь уже не жив, но теперь уже мы понимаем, что возможно еще через некоторое время... Но мы не верим уже теперь ни слову и теперь думаем, что наверняка сказали, что он теперь уже мертв, наверняка потому, что он ровно жив. Чтобы кого-нибудь обмануть. Все, уже поскольку все время лгут, мы не понимаем ничего. Газпром собирается обеспечить погорельцев спутниковым телевидением. Такое предложение сделал глава компании Алексей Миллер на встречу с президентом Медведевым. Медведеву инициатива понравилась. Теперь у погорельцев, которые с пожарищ вот этих вот летних, будут пакеты из 36 каналов. Они смогут смотреть совершенно бесплатно, им их установят. День закрытых дверей. Где? Статья о новых известиях. Про школы. 10 часов 30 минут. Новость НРСН. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. 10 часов 33 минуты. Русская служба новостей. Право знать. Вторник, 24 августа. Мы продолжаем с Анастасией Аножко. Настя, я закрываю голосование, которое мы тут широко анонсировали. Речь идет вот о чем. Я знаю, что русские вообще люди испытывают чувство невероятного исторического одиночества без украинцев и белорусов. Но я обратил внимание на некоторые аспекты, которые не принято говорить вслух. Не принято говорить вслух. То есть мы как бы да, и Украина безусловно есть мы, и Украина безусловно есть Россия. И вообще это случайность, что пока Южная Россия разделена с... Южная Россия есть значимый кусок, значимая часть русского Хартленда. Это наше мнение. Это вообще мнение... Я думаю, на Украине так совершенно не было. Мнение любого человека, который читал книжки. Значит, если есть русский Хартленд, если он есть русский Хартленд, то он, конечно, включает в себя Киев, Чернигов, Киев. Сто процентов, да? Он не может не включать в себя Чернигов, Киев, а также другую часть русской истории. Юг Украины, завоеванный в период единства украинского русского народа. Крым, завоеванный в период единства русского украинского народа. Да, Ушаков, Ушаков адмирал русский. Матрос-кошка украинец. Матрос-кошка, герой севастопольской... Севастопольский герой-кошка, он украинец, понимаешь? И это мы не разделяли, и нам смешно было бы разделять в то время, понятно, да? Значит, и, понятно, что это Хартленд наш. То есть Украина есть не просто территория, а это Хартленд, понимаешь? Ну, во всяком случае, Украина, значит, больше, чем Камчатка, грубо, правильно? Ну, очевидно. Ну, очевидно. Для нас, да, да. Ну, так вот, значит, это понятно. Но я поставил вопрос чуть иначе. Это 50 миллионов хохлов. 50 миллионов вот таких, как Аношка. Ну, в хорошем смысле. Извини, я не хочу тебя обидеть, я сам. Вы так говорите, как будто бы я... 50 миллионов настырных, 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 энергичных, навитамининых, любопытных и так далее. Дико, которые 50 миллионов, понимаешь, мы как-то еще живем, вот как-то без южан. Мы их как-то всех выселим. Так итоги-то какие голосования? Сказать итоги голосования? Конечно, уже всем интересно. Послушайте, 57,1% говорят, все равно пусть объединяются. Все равно. Вот то, что на 100 миллионов русских в европейской части примерно 100 миллионов, я грубо, очень грубо округляю, совсем грубо округляю. Значит, примерно 100 миллионов русских здесь у нас. Еще хлынет 50 миллионов хохлов и охохляченных русских, которые там все равно, они степень культуры, энергии, взаимодействия вся другая. Все другое. И черт с ним все равно пусть объединяются 57%. И одна десятая. 42,9% нет. Пусть уже там сидят они как-то и давайте дозированно их пускать, потому что тогда, внимание, это же очень важно, тогда не будет моноэтничного государства. Сейчас 87%, 87% в России русские. Ну, вы же говорите, что они часть Хартлэнда и все такое, так поэтому ничего не изменится. Ну, у них иная культура, она другая, понимаешь? Представь себе, ты знаешь кубанцев? Кубанцев, знаешь кубанцев? Ну, нет. Кубань, Кубань. Представляете, там семечки и все такое. Семечки, все говорят по-украински. Прикинь, что таких еще 50 миллионов кубанцев одних только. 50 миллионов кубанцев, алло! Это нормально? Плюс к тем, которые уже есть. Нет. А? Вот тут нам пишут ехидно, что они вытеснят кое-кого других. Они вытеснят кое-кого. Они вытеснят кое-кого. Против кого мы, то есть кое-кто против кого тут настроен. И тогда будут одни украинцы везде. Это может быть не так. Ну, все правильно, все правильно, все правильно. Ребят, ну это правда так. И 57,1%. Смотрите, если бы я просто сказал, давайте объединимся. Было бы 90%. Понятно? Вот так-то вот. 7,88, 107,0. 7,88. Я изменил эти голосования, я эпически изменил. Совершенно исторически изменил. Всего 57% в этом случае за украинцев. Потому что 50 миллионов проныр карьеристов и хуторских хозяйщиков, таких хозяйщиков, которые все тащат в дом. Все говорят, 42% и 90% говорят. Ой, нет, не надо, спасибо. Алло, здравствуйте. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут? Да, прошу вас. Анатолий. Да, Анатолий. Вы поддерживаете объединение сегодня немедленно, но с учетом, что 50 миллионов вот этих голодных и навитаминизированных украинцев вольются в нас? Да, конечно. Они давно ответили на этот вопрос. Пословицей. Хай живей посетца, касап на Украине. Хай живей посетца, касап на Украине. А там продолжение должно быть у этой пословицы. Я думаю, что пословица была усечена каким-то образом. Кто-то пускай живет чего-то, а дальше я не понимаю. Дальше черевички все время следуют. Я вас могу научить украинскому. Мы так рассуждаем, а украинцы, может, и не хотели бы и шарахаются, как черт Атлана, уже от наших предложений с распростертыми руками. Нет, так я-то знаю, что украинцы очень по-разному будут отвечать на эти вопросы. Вы хотите, чтобы мы пригласили именно украинцев? Давайте спросим. Было бы любопытно. 7-8-8-8-8-7-0. Именно, именно, да. 7-8-8-8-8-7-0. Но они-то там еще более моноэтничные, между прочим. У них 98% населения славяне. 98%! 2% не славяне. 7-8-8-8-8-7-0. 7-8-8-8-8-7-0. Для них, например, ну так же, как для белорусов, звучит странно вот эти все истории про расстрелы постоянно в Дагестане. То есть они думают, что мы тут совсем сошли с ума. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Здравствуйте, меня Виктор зовут. Виктор, вы украинец? Нет, я не украинец, но у меня родня с Украины, так сказать, я там регулярно бывал. То есть вы латентный украинец все равно. Ну, грубо говоря, да, точно так же, как и вы, Сергей. Да. Да, и Аножка. Да, Аножка уже ужас какая. Во-первых, маленькая поправка. Не 50, а 45 миллионов. Ну, я сказал 45-46, подождите. Ну, давайте хоть как-либо одного поймаем. Давайте поймаем, давайте, давайте поймаем. Сейчас, минуточку, секундочку. Давайте поймаем одного. Я же сказал 45-46 по разным данным, но я округлю. Вам нет, обязательно вы меня все равно уели. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Здравствуйте. Вы украинец? Вы украинец? Да, я украинец, и я хочу жить в империи. В империи? И откуда? Что? В империи, которая включала бы в себя что? Вот назовите, Финляндию тоже или что? Украину, Украину, Белоруссию и, конечно же, Россию. И центр империи желательно России. Вопрос, вопрос, простите. Вопрос. Тем не менее, Кавказ да или Кавказ нет? А все равно, скорее всего, да. Скорее, да. Азия? Азия тоже, да. Это насколько хватит сил. Как раньше. Вот как политика, как цари вели политику. Да. Собирали под свою руку все, что можно было. Вот я за это, да. Я бы в Киев перенес столицу, только там у вас Чернобыль. Маленький неприятный. Ерунда, ерунда. Ерунда, да? Все равно в Киеве, да, император в Киеве. Император в Киеве. И кого же вы императоры? Давайте Путина. А давайте за то, что мы сказали, нас сделают с вами герцогами. Хотите? Я за, всегда за. Императором пусть Путин. Путин. А мы с вами сделаем с вами герцогами. А ножка пусть будет графиня. Да, Сергей. Отлично, да, прошу вас. И обязательно, чтобы венчаны на царство, помазанник Божий. Вот так вот. Нет вопросов, нет вопросов. Графиня, позвольте графиня. Позвольте графиня. Сейчас я буду в Татьяне толстую. Не возражайся, не возражайся, графиня. Мы, если вы, так сказать, не против, мы все-таки эту рекламу запустим, графиня. Ладно, поехали, поехали. Извольте. Русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. 10 часов 42 минуты. Пишет 89-й. Хохлы. Это нация, которая поклоняется свинье. Пишет 89-й. Да, я хотел это подметить. Это очень важный аспект. Как лебесало? Это категорически меняет и религиозную составляющую России. То есть исламская часть категорически уменьшается, если приходит 50 миллионов украинцев. И 10 миллионов белорусов, то люди ислама будут составлять не 13% этой объединенной нации, а существенно меньше. Таким образом, салоедов, свиноедов станет больше и изменится конфессиональное распределение в стране. Изменится. Я не говорю хорошо или плохо. Внимание, внимание, внимание. Я не говорю хорошо или плохо. Де-факто изменится. 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 Все, точка, точка, точка. Дальше не идет. Мы говорим хорошо или плохо. Не важно. Изменится. Значит, вы знаете, что в Белоруссии с 1 сентября начинают независимо католик ты или православный изучать в Белоруссии основу православной культуры? Нет. Батька ввел. Батька ввел. С 1 сентября все до единого будут как цуцаки изучать. Не важно. Значит, ну там... Нет, просто тебе говорю. Серьезно. Приедут потом нас научить. Ага, заодно уж. Притом там 30% католиков наплевать. Они должны знать основу православной культуры не для того, чтобы, как говорится, поклоняться. А просто знать и точка. Вот и весь разговор. Ну вот, значит, и про то, что хохлы поклоняются свинье написал человек, который понимает. Ой, а можно я срочно? Да, давайте, давайте. Срочно. Новый потерпевший появился в деле о ДТП на Ленинском проспекте. В Москве с участием автомобиля вице-президента Лукойла Анатолия Баркова. Следствие продолжается. Материалы должны быть переданы в прокуратуру 27 августа. Через два дня сообщил во вторник РИА Новости Источник. Следствие должно по срокам передать материалы. Тра-та-та. Речи о возможном прекращении уголовного дела по факту ДТП не идет. Тем более, что в деле появился новый потерпевший. Это дочь Сидельниковой. Сказал собеседник агентства. Авария. Ну, вот, собственно, новость в том, что... Смотрите, подождите, подождите. Значит, есть Вера Сидельникова. Да? Сидельникова. Третья. То есть там же в машине? Это одна из самых загадочных аварий. Уж казалось бы, чего проще. В центре Москвы, ну не в самом, но все-таки в центре Москвы. И такие загадки, правда? Ну, мы продолжаем следить за ситуацией. В Москве отрепетирует общероссийское тестирование детей на наркотики. Юго-восточный округ, я мысленно представляю себе карту. Я представляю себе Юго-Восток. Это там, где поля фильтрации? Ну, наверное. Юго-Восток, это где-то где птичий рынок, мне кажется. Ну, вот. Руководство Юго-Восточного округа Москвы решило провести эксперимент по массовому принудительному тестированию детей военных и водителей на употребление наркотиков. Детей военных и водителей, через запятую. Через запятую? Не детей военных. Нет, 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 нет. Не детей военных водителей вдобавок, нет, нет. И детей, и военных, и водителей. И все они приравнены, кстати. Хорошо, что вы предупредили. Военные подобны детям, водители подобны военным. Понимаешь, что все они подобны друг другу. И что ты привезла? И что, и что, и что? Значит, будет массово, алло, массово, ты принесешь что-нибудь? Да. Массово, а загонять, мочиться. Ну, начнется. Ну, мы уже об этом как-то говорили, я помню. Нет, об этом мы не говорили. Вовочка из 7-го АБ. Будет сдавать, конечно. Будет сдавать всем свою мочу. Описывает всех, да, вокруг. Послушай, серьезно, очень важно. Школьников, люди, которые занимаются... Сунин-не же тоже определяют. Вот эти наркотестеры же анонсировала ГАИ. Почему ты подвергаешь обструкции каждую мою фразу? Нет, нет, нет. Можно я скажу две фразы подряд, и они не будут подвергнуты обструкции? Смотри, пожалуйста. Я сейчас говорю. Первая фраза. Школьников надо заставить прилюдно мочиться в актовых залах. А, да? Да, правозащитники считают. Потому что, если они ускользнут в туалет, школьники, Особенно девочки. То они обменяются. Ну, понятно. Тестовым материалом. И анализ ведется к профанации. Таким образом, школьников нужно выстраивать шеренги по наблюдениям какой-то опытной комиссии, которой все доверяют. Я думаю, естественно, а кому люди больше всего доверяют? Кто пользуется самым большим доверием в России? Я охранник. Нифига. Православная церковь пользуется большим доверием. Значит, в присутствии батюшки они должны будут все мочиться мгновенно, потом, значит, сдавать этот анализ. Ну, серьезно, я говорю, а как ты поверишь тогда? Те говорят, а ваш ребенок наркоман. Ты говоришь, да пошли вы, идиоты. Правильно? Ну, не знаю. Значит, ты должна доверять. Доверять должна. Значит, они должны как-то это осенять, как-то каким-то знамением священным. Люди, которым ты доверяешь. Я не знаю, кто-то должен быть из общественной палаты. А как это будет выглядеть, когда водители будут сдавать? Водители? Дальнобойщики строятся, видимо, в актовых залах уже нету дальнобойщиков. Дальнобойщики строятся на площадях. Притом, для примера, наверное, конечно, придется сначала построить какой-то, ну, дать импульс какой-то. Построить их, может быть, не на Красной площади, а где-нибудь, ну, все равно в центре где-то, чтобы всем дать пример, подать какой-то импульс стране, понимаешь? Какая еще площадь есть? На Манежной все заняты. Не знаю. Где мочиться дальнобойщикам, коллективно в пробирке? Где? Где хорошее место? Я думаю, на Ленинградском шоссе надо устроить. Не осталось. Триумфальная закопана. А, на Болотной. На Болотной. Вот же и найден ответ. Конечно. Там же скверик. А военные где должны мочиться? А военные. Какой кашбар. Послушайте, кто-нибудь, кто разбирается в этих анализах на наркотики в Юго-Восточном округе Москвы, будет проведен эксперимент по массовому принудительному тестированию детей, запятая, военных, запятая, водителей. Точка. На употребление наркотиков. Понятно, да? Значит, кто разбирается в этом? Пожалуйста. 7-8-8-10-7-0. Толь, поясните нам, пожалуйста, как это все-таки будет и на что это похоже. Потому что правозащитники говорят, правозащитники рисуют нам совершенно страшные сцены. Алло, прошу вас. Здравствуйте. Вы знаете, если бы в вашем подъезде жил наркоман, вы бы так вот не рассуждали. Извините. Да я, пожалуйста, о чем вы говорите. Я так и не рассуждаю. Почему-то вы думаете, что я против этого тестирования. Наоборот, я вдохновлен этим тестированием. Вы думаете, что он перестанет там жить в вашем подъезде, как только тест выявит в нем наркоману? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, прошу. Алло, здравствуйте. Вы разбираетесь чуточку в этом? Да, я товарища своего тестировал наркотики. И как же? Он добровольно пошел на это? Ну, он добровольно пошел, вот, его заставляли помочиться в бутылку, вот, но он не хотел это делать. Сделали ему специальную инъекцию, чтобы он помочился, чтобы недержание у него было. Вот, и только после этого он сделал. Да, то есть все стояли его обступив и скандировали? Ну, не скандировали, у нас было трое человек, мы к наркологу его отвезли. А дальше-то потом вылечился он? Что с ним было потом? Помогло ему? Потом что было, да, вылечился на какое-то время. Вылечился, и потом опять обнаружил приверженность пороку? Уже к другому, да. А, к какому? К какому? Марихуана. А, то есть он перешел на другой вид наркотика? Понятно, спасибо большое. Он перешел на другой вид наркотика, понимаете, да? Значит, послушайте меня, это будет, пресс-служба ЮВАО отправляет нас в управление аппарата Государственного антинаркотического комитета по Центральному федеральному округу. И там подтверждают, это ГЗТ РУ сегодня пишет, подтверждают информацию о начале экспресс-тестирования. Цель не только определить механизмы мониторинга ситуации с употреблением наркотиков, но и создать госсистему контроля по употреблению наркотиков. Понимаешь? Может быть, чуть-чуть им с ноготка давать, все-таки, госсистема контроля. Я все равно не понимаю, госсистема запрета или госсистема контроля. Даже служба называется по обороту наркотиков. Чтобы запрещать... Скажи, что здесь есть двусмысленность. В самом названии есть двусмысленность. А есть законная двусмысленность. Есть двусмысленность. Да. После... Значит, и дальше все это будет распространено. А теперь, когда Юго-Восточный автономный округ будет проверить все это, потом все это будет распространено на все регионы России. Представляете праздник сдавания... Может быть, приурочить его к какому-то светлому дню? Может быть, не каждый день это делать? К какому? У меня больше... Какому? Понятно, какому. 23 феврале сдавать? Нет, февронии... С Патрикеева, с этой Рязанской вот эти как... Феврония... Как парень назвали этого Рязанского князя? Я забыл, я... Ну, в общем, он и она туда-сюда. И они идут и сдают на наркотики вперед. А уж после, так сказать... А после... Нет. А военных в 23 феврале? Можно. В 23 феврале, а можно в Новый год. Значит, послушайте, это в высшей степени противоречивая публикация все равно заставляет нас насторожиться и ждать. Юго-Восточный административный округ Москвы будет проводить пилотный проект тотального, принудительного, внимание, принудительного тестирования школьников, детей на употребление наркотиков. А также военных, а также водителей. Все, кто там живет, пожалуйста, мобилизуйтесь. 7-8-8-107... Ой, нет. 10-52, поэтому двигаемся дальше. В движение. Русская служба новостей. Москва. 107-0-ФМ. Подъем. Русская служба новостей. В движении. В движении. 10 часов 54 минуты. Вот касающиеся движения, между прочим, информация. Для таксистов, главным образом, я понимаю, человек упал на рельсы на метро Волгоградский проспект. В 10-10 человек упал на рельсы. Сегодня в 10-27 его вытащили. В 10-10 упал на рельсы человек на метро Волгоградский проспект. В 10-27 человека вытащили. Движение возобновлено на ветке метро. Но! Но! Поскольку там скопилось какое-то невероятное количество людей с 10 до 27 минут, значит, поэтому движение все еще... То есть, огромное количество людей на платформах. Я думаю, для таксистов это дико интересно, чтобы мгновенно чуточку подзаработать. Ну вот. Еще. 7-8-8-107-0. Где едете, что видите? 7-8-8-107-0. Где едете, что видите? 7-8-8-107-0. Движение в Москве. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Да. Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, где вы едете? Это Владимир. Я еду по... Ой. Перед Ясеневым авария. Впроценту два грузовика. У одного кабина вообще в смятку, второй валяется на боку за ограждение. Простите, залипал звук. Вот вы говорили, что вы по внешнему кольцу идете? Да. Перед Ясеневым по внешнему кольцу... Да, там за заправкой ДНК. За заправкой ДНК влепились два грузовика. Но там же нет встречного движения. Как они сумели? Вот даже не знаю. Один стоит против движения, а второй валяется на боку за ограждением. Обалдеть. Спасибо, спасибо, спасибо. Значит, вот так. Внешний МКАД в районе Ясенева. Там два грузовика. Притом, один свалился за ограждение, а другой стоит развернутый. Что-то такое совсем сложное они произвели друг с другом. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Как вас зовут? Здравствуйте, Алексей. Волгоградка от МКАДа почти очень тяжело. Очень тяжело Волгоградка. Да, и Ленинцев, пробочка. Такого чудо давно уже не видно было. Спасибо, спасибо. Еще. 788-107-0. 788-107-0. Движение в Москве. Пробки, засады, аварии. Всякие экстравагантности. Алло, здравствуйте. Прошу вас. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Да, и мы не поймем причину. Вот и вчера расспрашивал, и сегодня расспрашиваю. Вы не понимаете, почему это? Нет, я не вижу. Я свернул на Щербинку, где поворот на Щербинское кладбище. И вот выезжаю... Вот я вам говорю, звонила водительница два часа назад. Два часа назад. Сказала, что там уж жуткое что-то творится. Два часа прошло, ничего не меняется. Ничего не меняется. Только хуже. Причем второй день подряд. Спасибо. Второй день подряд вот такая ерунда. Хорошо. Настенька, спасибо, родненькая. Спасибо. Вам спасибо. Серьезно, я не могу. Я так благодарю тебя, что... Ладно, мы оставляем эфир Вячеслава Петрова, который расскажет вам о спорте. А я пойду и проживу его этот вторник, 24 августа.